Медиа 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 Кто раньше журналистка умрет, пресса скоро вся погибнет, все заменит блогинг, там мессенджеры придут, и они действительно атаковали, и действительно им отдали огромное количество приоритетов, не только финансовых, но и ставку на них сделали очень большую. Но вот, скажем, та медиавойна, которая сегодня развернулась против нашей страны, мы видим, что ее ведут через системные традиционные медиаресурсы, и ведут очень эффективно и качественно эти ресурсы себя показывают. А все прочие новые площадки – это сопровождающие звенья, догоняющие свои целевые аудитории. В этом смысле мы зря попытались, ну не мы, но во всяком случае многие из тех, кто занимается медиапространством, загодя похоронить традиционные медиа, их возможности, их ресурсную базу. И вообще их вклад в формирование общественных настроений и мнений. Я уже всегда говорил, и сегодня еще раз повторю, я думаю, тоже будет звучать. Очень много было отдано приоритетов в последние годы развития на медиапространстве количественной журналистики, то есть все оценилось по количественным показателям. Ну и то, что называется качественная журналистика, это требует отдельной расшифровки, наверное, большого количества и круглых столов и конференций. Главное, тут еще с практиками надо очень упорно работать, потому что они свои бизнесы выстроили, исходя из количественных показателей, абсолютно забыв о качестве. Ну и отсюда, естественно, все, что связано с этой проблемой, если ее расшифровать дальше, мы имеем дело с таким особым явлением, как фейки его называют. Это целый отдельный пласт вызовов, которые сегодня стоят в медиапространстве, но, опять же, для нас шанс и возможность, потому что рано или поздно, и мы подходим к этому этапу, когда люди, общество начинает искать доверительную, качественную информацию. Готовы ли к этому медиасообществу и что должны сделать, чтобы вернуть себе то самое доверие и то самое качество, о котором все сегодня мечтают, и по которым мы соскучились, когда просто необходимы для принятия эффективных решений в той или иной сфере. Работа с цельевыми аудиториями, естественно, на этом фоне полностью потерялась. Все сегментирование ушло в какие-то обобщающие цифры и показатели. Собственно, я надеюсь, что наши молодые коллеги и наши коллеги в Москве и в Артеке сегодня, в том числе, в этой части нам продемонстрируют свой опыт и практики, и свое видение. Потому что, даже говоря о работе с молодежной аудиторией, мы стали говорить вот такую категорию. Мы работаем с молодежной аудиторией. С какой именно? Молодежь разная. Все ищут какой-то универсальный молодежный контент. Никто того, кому предложить не может. А исходя из потребностей молодежи, какой молодежи? Те ребята, которые служат в зоне, скажем, спецоперации, это молодежь. Те, кто сидит в этом зале, это тоже молодежь. Те, кто учится в колледжах, это молодежь. Школьники, это молодежь. Те, кто работает на заводах, молодежь. Но это люди, требующие разного языка передачи им информации. Транслирование тех или иных мыслей, тех или иных словесных видеоконструкций. Они совсем не одинаково понимают этот мир. Это не значит, что кто-то из них лучше, кто-то хуже. Это значит, что перед медиа сообществом стоит более сложная задача использовать самые разные инструменты и технологии, с которых я начал. На вот эти более узкие внутри целевые аудитории передавать, соответственно, качественные и доверительные контент. И так по любой категории граждан. Работа на пожилых. Пожилые 65 и 85, которых сегодня тоже очень много становится, да, это разные пожилые люди, требующие разного контента и разного подхода. И разные требования предъявляют к медиа сообществу. Вызовы, связанные с медиа, аналитиками, медиаметриками. Я уже сказал частично об этом. Отдельная тема – это наше медиаобразование. Каким оно должно быть и как оно должно быть нацелено на то, чтобы в том обществе, которое грядет, а может уже и наступило, выпускать, формировать квалифицированные кадры. Готовы адаптироваться к изменениям, которые происходят иногда ежечасно. Самое главное еще медиаобразование. Одно дело готовить с этой стороны специалистов. Другое дело, какое медиазнание у тех, кто образовывает по другим сферам, скажем, наших учителей и педагогий. Мы требуем от них хорошей воспитательной, образовательной работы. Например, мы требуем от них определенных посылов, которые бы они отправляли будущим поколениям. Они сами теряются, не очень понимают, что происходит в медиа сегодня в пространстве. Сами часто становятся заложниками, даже жертвами того, что там происходит. Вообще состояние образования в целом, гуманитарного, социального образования, это большая проблема, большой вызов, с которым нам тоже предстоит иметь дело, и на что надо обращать внимание. Ну и отсюда конечный результат кадры. Кадры, кадры, решают все. Простите, можно не будет тут расшифровывать. Ну и масса других проблем, из которых я, наверное, одну еще, один вызов обозначу. Это правовые и этические нормы, которые сегодня существенно либо трансформируются, либо не трансформируются. Здравствуйте. Если трансформируется, то куда? Правильно это неправильно. Что ожидать в будущем? Что-то у нас вот не выходит на экран. Я сейчас пытаюсь... Не нарушая, не нарушая какой-то внутренний стиль общества, не ставя его на грань. Хорошо, хорошо. Если что, я здесь... В общем, саморазрушение... Юрий Николаевич, мой телефончик... Приниматель изменения, которые... Да. Это же самое общество... Спасибо. ...подсказывает и, в общем, навязывает отчасти. Это вот тоже блок вопросов, на которые только специалисты имеют ответ. Мы и ищем их, да, и видим, как шаг за шагом медийщики совершают практики, во всяком случае, серьезные ошибки, используя традиционные... А иногда у них и нет понимания традиционного, что такое нормы этики, права, журналистики в медиасреде. Тем более медиасреда сегодня это составляющая, куда вплетены и классическая журналистика, и телевидение со всем его многообразным производством. Безусловно, пиар, рекламный... Вот тоже очень интересный, специфический блок. Вот я благодарен, сегодня мне подарили книгу, тут Роман Петрович, жанры современной журналистики. Вот, ну, все так переплетается, и сами жанры, да, мешаются, и это спор вообще. Они или что-то другое меняется, жанр, так и, собственно, приложение сил. То, что мы называем традиционной журналистикой, часто оборачивается на выходе рекламы. То, что мы называли раньше чистым пиаром, сегодня, ну, в общем, требует высокого журналистского, творческого мастерства. Да, тут очень много своих нюансов и переплетенений. Я хочу предоставить слово... Если позвольте, я на этом закончу, я уже перебрал свое время. Хочу предоставить слово генеральному директору телеканала «Просвещение», исполнительному директору Международной ассоциации студенческого телевидения «Маст», нашему коллеге и другу, если бы вы его так называете, я думаю, он друг наш, настоящий, Владимиру Евгеньевичу Косинчуку. И думаю, что вы о том, что связано с работой студенческих СМИ в эпоху тех самых глобальных перемен, о которых мы сейчас немножечко поговорили, в том числе поможете нам найти ответ на вопрос «что делать?». Спасибо, вам слово. Чуть-чуть со звуком, если бы вот посмотреть. Еще раз приветствую дорогих моих друзей. Спасибо, Лен Григорьевич, что пригласили. Да, действительно, в эту эпоху, когда... Что там говорить? Я 42 года в телевидении, 42 года, с 19 лет. Я практически прошел все этапы телепроизводства. И работал и в Останкино, замначальника комплекса, и в высшей школе экономики, и преподавал. И у меня есть полное понимание. Разруха у нас, Лен Григорьевич, полная разруха в медийном пространстве. Вот что я вам могу сказать. Ну, смотрите. Когда-то был у нас телецентр в Москве. Центральный, огромный, мощный, который снабжал специалистами, техникой всю нашу огромную страну. В 80-м году 80% советского оборудования работало на Олимпиаду. А что у нас сегодня? Телецентр как структура, техническая, инновационная, она практически не существует. Это говорю я. Следовательно, у нас нет той базы, которая раньше помогала всему Советскому Союзу, а потом и России. Ну, нет. Сейчас работают каналы. Федеральные каналы с огромными бюджетами. Я специально проанализировал сетку вещаний каналов. Ну, вы посмотрите. Ну, вот вы представляете, там, за 8 миллиардов. Допустимо ли это в год? Я говорю честно, откровенно, потому что вы знаете, Международная ассоциация студенческого телевидения была создана 6 лет назад. Мы с вами 6 лет назад говорили о необходимости создания общего информационного пространства. 6 лет. Пятый конгресс прошел на Красном Октябре. 800 человек участников, 80 спикеров, 90 молодых людей, которые помогали, волонтеров. И что? 6 лет. Что мы сделали? Мы создали канал, первый студенческий. Получили СМИ. Все замечательно. Поддержка есть, поддержки нет. Это мы с вами понимаем, что это необходимо. Мы 6 лет назад понимали, что это необходимо. Вы говорите про гаджеты, да, иностранные, зарубежные. У них другая жизнь, у них другая политика, у них другие интересы. А мы закрывали на это глаза, и даже иногда наши чиновники пользовались иностранными гаджетами на закрытых совещаниях. Вы послушайте, ну как это назвать? Я человек свободный, я человек не, вы знаете, да, делал всегда все сам и отвечал за все сам. Но я хочу сказать, у нас разруха. У нас в головах разруха. А что у нас поменялось за последние, я не знаю, 3-4 месяца? Вот что, кто-то ушел в отставку, кого-то наказали за провал информационной политики. За сколько это можно сделать? Не в этом дело. Страна сейчас, медийное, медиа у нас лежит, просто лежит. Давайте его разобьем на несколько направлений. Первое. Будем сравнивать там Китай, Лондон, допустим, и Россию. Что у нас есть из технологичного в России? Что? У нас есть НИИ, которая занимается новой техникой. У нас есть какая-то организация, которая занимается новыми направлениями. У нас даются просто миллиарды на что-то. Вот я прекрасно знаю общество знания и знал и предыдущий их состав. Прекрасная организация, мы сотрудничали. Ну, у них бюджет был нулевой. Понятно, что и у канала просвещения нулевой бюджет, но мы, тем не менее, сотрудничали и даже что-то делали. Был ребрендинг общества знания. Все это знают. Прочитал, зашел на страницу. Даже оставил заявку на участие в качестве лектора в обществе знаний и в качестве участника. Неделю уже заявки на обработки. Неделю. Вот в интернете смотрю, на обработки, на обработки. Это что такое? Я обратился официально в этот сайт, где у них все прописано, чтобы меня включили в общество знания в качестве лектора. Я бесплатно буду читать лекции, приносить пользу. Не включают. Это что такое? Это новые технологии? Это новые технологии. Нет, я прекрасно знаю молодого человека, который вас главы общества знали. Он в Яндексе работал, еще где-то. Но это разруха. Нет у нас инновационного центра. Полойки вещей. Вот есть у нас телецентр. Сдают, грубо говоря, аппаратные помещения в аренду. Сотрудников технологических нет. Ремонтная база вся отдана в коммерческие структуры. Закупка оборудования идет только через коммерческие структуры. И все это нормально, они считают. А я считаю, нет. Сегодня показало, что эта практика, она привела к тому, что мы сегодня имеем. Ничего у нас нет. Ничего. Тогда хоть были кадры 3ПМ магнитофона, на которых мы Олимпиаду, да и вообще телецентр работал. Сейчас у нас вообще ничего нет. Нам закрыли сейчас возможность закупки оборудования. Даже через Китай невозможно закупить. И все. Все рухнуло. Все интеграционные компании, которые занимались поставкой и закупкой оборудования, они репу чешут. Что делать? Где покупать оборудование? Ничего своего у нас нет. Ничего нет. Ни зеркальных фотоаппаратов, ни таких, как Sony Alpha. Ничего. Мы полностью рассчитывали на наших, как это называется, коллег, да? Или партнеров. Да. И смотрите, все закрыли. А если понадобится? А если нужно? Пожалуйста, есть случай с одним университетом московским. Закрыли проект. Хотели сделать медиа-центр. Нет техники. Нет. Нет. Сначала она подорожала там в несколько раз, а потом вообще стоп-листы наложили. Это первое. Этим срочно надо заниматься. Прям срочно, срочно, срочно. Конечно, завтра это не появится, но этим надо заниматься. Второе. Создание собственных социальных сетей. Как это в Китае есть, как это в других странах есть. Своей. Об этом давно мы говорили. Мы говорили еще 6 лет назад, когда создавали Международную ассоциацию студентского телевидения. Она и была создана для общего информационного пространства. Никто не услышал. Ни чиновники. Я не знаю. А сегодня мы говорим о том, что ох, как у нас это самое. Фейки, фейки, фейки. Да каждый год мы проводим программы интенсивного обучения студентов изо всех регионов Москвы, России. Приезжают, вы знаете прекрасно, из вашего вуза приезжают. Очень полезная вещь. Очень полезная. Усилить можно. Углубить их. Понимаете? И более активно проводить такие учебы. Ведь каждая учеба, она связана и с получением компетенции, и с получением тех или иных значимых мнений по тем или иным направлениям внешней и внутренней политики. Это первое. Это второе. Ну и третье. Никуда мы не денемся без молодежного контента. Да, вы правильно сказали, Елена Григорьевич. Что молодежь у нас и на заводах, и на фабриках, и на телеканалах во многих местах. Абсолютно верно. Да я вот тоже, мне 60 лет, а мне кажется, я молодой еще. Я еще вот все могу, все хочется. И поездить, и снимать. Я и снимаю по-прежнему. Знаете, хотите, расскажу. Вот я 15 лет проработал в одной из японских компаний. Созванивался здесь со своим бывшим шефом. Он в Токио. Ну, он уже почти на пенсии. Но тем не менее. Он первый сказал, Володя Сан, у вас сахара нет. То есть мы так с ним разговаривали, естественно, да, обменивались. Я говорю, ну сахар это не самая главная еда вообще-то. Это первое. Второе. Посмотрите, я специально для вас снял репортаж с магазина Перегресток. А его съемочная группа, которая в Москве работает, она бегает по магазинам и ищет пустые прилавки. Нашли холодильник, который был просто отключен из вилки, ну из сети. И там не было продуктов. Так они его обснимали со всех сторон, этот холодильник. Я посмотрел новости этого канала и действительно увидел репортаж, что вот холодильники пустые. Ну, как с этим бороться? Ну как? Наверное, так и надо бороться. Надо отслеживать новости, которые выходят за рубежом из наших карпунтов в России. Предъявлять им претензии. Открывать какие-то дела, штрафовать. Наверное, этим тоже надо заниматься. Ведь фейки просто так и не получаются. Их так или иначе привязывают к каким-то конкретным кадрам. Это тоже надо делать. Да вообще очень много чего нужно делать. Ну, кто-то этим должен заниматься. Мы с вами бы вполне смогли бы этим заняться, если бы была на то воля Господня. Ну, я могу много рассказывать. Много есть. Спасибо. Значит, я даже не знаю, формат круглого стола предполагает, аплодисменты не предполагает. Но я думаю, тот случай, где можно позволить. Если есть вопросы, я думаю, мы не будем очень далеко так дискуссировать. Да, я могу сразу ответить. Откладывать. Если есть вопросы, то с удовольствием давайте. Вот у меня несколько созрело, пока я хотел уточнить. Вот прям по ходу вашего выступления вы вначале в целом про отрасли сказали. К сожалению, да, деликатность не позволила сказать, но вы сказали. Разруха, да, разруха. И, кстати, с этим под вопрос рождается. Вы говорите, надо учить, образовывать наших специалистов, работающих в медиа-средней, в медиа-отрасли. А они не хотят. Понимаете, в чем проблема? Вы где-нибудь видели сегодня главного редактора, руководителя холдинга медийного крупного, ну, вот того, кто получает, кстати, очень хорошие бюджеты в том числе. Чтобы они выходили на университеты, на вузы. Ну, пусть на кого-то еще, если они доверяют вузам. С просьбой немножечко подтянуть знания социалистов в той или иной силе. Хотя бы, чтобы в цифрах научились разбираться. А в том же праве, который меняется каждый день. В тех же каких-то технологических. Не хотят. Что их не мотивирует к этому? И еще один вопрос про мотивацию. Вот, я имею в виду, пандемия хорошо показала. И сейчас вот новая ситуация у нас страны. Действительно, все-таки вещей они не имеются. Вот, как будто ничего не происходит. Вот, как было пять лет назад. Для них каждый конкурс первый, да? И для этих. Вот, пять лет назад все это повещание возьмите. И сейчас ничего не изменится. Ну, чуть-чуть больше стало общественно-политических программ. С теми же ведущими, кстати. Все. Вот, почему нет мотивации? Почему ничего не меняется? И никто не хочет. Мы про... Все. Все-таки не можем найти ответ на вопрос. Чего они хотят приняться? Где? Что их сдерживают? Где? Наши точки зрения. Не знаю. Казань. С моей точки зрения, буду говорить откровенно. Знаете, как-то лет... Очень много пропаганд. Причем, я когда... От вас звук не идет. ...говаривал. Они говорят, а мы не смотрим телевизор вообще. Вот буквально вот... Отказаний звук есть, от вас нет. От вас просто заставка застывшая и все. Там, как, монтаж. Они говорят, мы не смотрим. Ни один из тридцать человек не сказал, что я смотрю телеканалы. Ну, изображение тоже картинки. Скажите, какая молодежная аудитория у нас охвачена этими каналами? Вот какая? И где? И где? Да, они, конечно, жалеют, что сейчас нет WhatsApp. У многих школьников. Даже переписывались. Ничего личного. Просто вот удобный мессенджер. Как бы коммуникации. Почему мы такое не сделали? Давно не сделали. Надо было. Мы говорили это 6 лет назад. Мотивации нету. Мотивации нету у них, к сожалению. Ведь вы посмотрите, какие заработные платы на федеральных каналах. Ну, просто я вам просто раскрою секрет. Начиная, вот у руководителя, начиная от 200, от 300, 400. Ну, вот скажите, какая у вас мотивация будет? У нас-то с вами будет мотивация. По-любому. Даже если у нас нулевая зарплата за руку будет. Потому что мы выросли, воспитались и ответственны своим словам и поступкам. А там какая мотивация будет? Нет, я не про всех. Слава богу, там много друзей очень хороших. Но они так же, как и я, как и мы с вами, иногда бьются лбом о стену. И не получается. Там прекрасные ребята работают. Ну, что делать, как всегда. Это главный вопрос, что делать. Кто виноват и что делать. Делать, срочно создавать гостелерадио. Была такая организация. Последним председателем гостелерадио был Лазуткин Валентин Валентинович. Я буквально неделю назад с ним созванивался. Создавать. В Китае есть? Есть. А почему у нас нет? Вот у нас что сейчас может собрать? Ну, раньше, ладно. Сурков собирал в АП руководителей телеканалов. И давал там наставления. В том числе и по Украине. Хорошее наставление. А сегодня кто у нас вообще смотрит за этим? Как? Огромное количество федеральных каналов. Вот, смотрите, есть ВГТРК. Ну, да, это, конечно, не гостелерадио, но это суперхолдинг. Телевидение, радио. Я говорю, общая политика. Общие ресурсы. Да, ну, максимум, что придумал, увеличить время пребывания на эфире Соловьева. Замечательный человек, конечно. Но безумно долго, понимаете? И это все изменения за последние два года пандемии. Плюс этот год вообще критический для страны. Все изменения сетки вещаний, увеличить политический ночной блок. Все. Ну, он фактически представитель гостелерадио сегодня у нас. Ну, сегодня это надо делать. И надо, ведь, смотрите, есть общественное телевидение, есть Первый канал, есть ВГТРК, есть целый холдинг ВГТРК. И Олег Добродеев, мы с ним знакомы, и в 80-х вместе работали. Я все прекрасно знаю, но у нас нет общего информационного пространства. Уж тем более у нас нет до сих пор общего информационного пространства для молодежи, которое мы хотели с вами создать 6 лет назад. 6 лет назад. Ведь МАСТ как жил на своем продакшене и чешских взносах от вузов, так и живет. Никакой государственной поддержки. Хотя, хотя, каждый министр науки и высшего образования всегда, даже вот, помню, галочки ставили. О, мы создали международный ассоциал. В общем, замечательный министерство. Нас поддерживали и Каганов, который был замминистра, и Страдзе, и многие другие. Но реального выхлопа мы не можем сделать, потому что у нас нет финансирования. Вот если бы у нас было бы финансирование такое, как бы сейчас дали обществу знания с непонятным созданием контента, которое только-только создается, мы-то работаем уже 6 лет, проще было с нами эту тему обсудить. Ну и завершение. Ну и завершение. Буквально короткий вопрос. Все равно создавая какую-то структуру, все равно структура всегда вторична по отношению к функциям. Правильно ли я вас слышу, что по стратегии отрасли это сформулировать? Если да, то кто ее должен сформулировать? Смотрите, вы совершенно правы. Я к этому и веду. Я к этому и веду, что раньше был госпиталерадио, который отвечал и за техническую, и технологическую, и другие направления всей нашей отрасли. Все. И радио, и печать, и телевидение. Закупали оборудование, передавали из этого останки на оборудование, даже на курсы университета. По сути, передавали магнитофоны и прочее. Для того, чтобы технологически страна не отставала. Да, это создание какого-то единства. Хорошо. Ну, ведь понятно, что у нас первый канал не подчиняется Олегу Добродееву. Олегу Добродееву не подчиняется этому. Это разные. У них всякое вещание заложено противоречия друг другу. Значит, как они уже могут в общей концепции работать? Ты только перед камерами сильная. Общественная телевидение. Долго не пройдет. Ну, тоже это отдельный канал. У них всегда такие федеральные каналы. Мир, звезда. Они все самые достаточные. У них прекрасное оборудование, прекрасные сотрудники. И так далее. Ну, а общую, объединяющую, где у нас кто объединяет? Кто тематическую повестку разрабатывает? Кто аналитику делает? Да нет этого. В этом проблема. Чего? Проблема в этом. Так, каждый канал прекрасен. Ну, вот вы правильно сказали, за пять лет все-таки не меняются. Я уже просто иногда даже не смотрю телевизор, потому что... Вы знаете, как в том анекдоте, где ничего не включишь, везде балет. Поэтому, что делать? Вот именно заниматься этим. Молодежь телевизор не смотрит. Гаджеты им часть отключили. Чем они будут заниматься, непонятно. На мой взгляд, ну, хорошо, не нравится кому-то масло. Давайте создадим другую на базе Министерства науки высшего образования. Чтобы она работала. Но я боюсь, что не будет работать. Помните канал, который был создан Исак Иосифовичем Калиной? Ведь мы с ним разговаривали. Он меня пригласил к себе и говорил, Мой Юрьевич, давайте вот канал просвещения будет работать на Москве. Я говорю, пожалуйста, четыре часа можно. Но я не могу весь канал отдать под Москву. Тогда было принято решение, создали канал вот как раз московский образовательный. Вот так он называется. Ну и что сейчас? Все. Только в интернете он практически не работает. Так вот, я боюсь, что если масло и просвещение телеканал, они работали, работают и будут работать. Потому что они не относятся к назначаемым функционерам. А если создать самую масло в Министерстве, ну, я вас уверяю, придет новый министр, новая команда, и будет все меняться, и в этом проблема. МАСТ – это наше общественное НКО, куда входят 36 вузов. Ну, нравится, ну, назначьте другого руководителя. Давайте собрание соберем, пускай МАСТом руководит кто-то другой. Я не держусь за эту должность, я готов просто работать. Но у МАСТа сегодня огромные, огромные возможности. У нас 700 квадратных метров медиа-центр. Четыре студии оборудованы новейшей техникой. И заметьте, заметьте, это все сделал МАСТ сам. Все сам. Никаких государственных вливаний, никаких софинансирований. Он просто сам это все сделал и продолжает делать. У нас огромная студия, где помещаются одновременно 100 человек. Две технологических аппаратных на базе Блэк Мэджика. Ну, вы знаете, если можно, сейчас, может быть, можно ролик показать. Первое февраля в истории МАСТа будет описано, как открытие... Зачем? ...медиа и коммуникации. Зачем подсмотреть? Ты же от себя просто должен рассказать. Это должно быть такое, что ты не готовишься, а просто от себя рассказываешь. Компактные площади, современная техника, креативные люди и все вместе это дефицитные, современные, инновационные продукты, которых нам очень не хватает. Просто шикарная возможность обучиться и приводить опыт. Просто можно позавидовать тем, кто здесь будет учиться. Я надеюсь, что он послужит хорошим подспорьем для многих молодых людей, для того, чтобы осваивать профессию именно профессионально. Видно, что появился уже к тому моменту фирменный стиль. Форматы постов стали разнообразными. Появились и видео, и посты карточки, и опросы появились, и новости, написанные специально для телеграм-канала. А также появились уникальные для телеграма рубрики, о которых я скажу чуть позже. Перейдем к анализу постов. Мы вот проанализируем как раз-таки два периода. Это апрель 2016 и 2020 года. И вот, что у нас получилось. За апрель 2016 года было сделано и опубликовано 98 постов. Большая часть контента была посвящена молодежным инициативам. 39% к ним относятся различные посты по поводу форумов, по поводу фестивалей, проектов и акций Росмолодежи. То есть это или освещение, или анонсирование, или просто отчет с этих событий. И также развлекательный контент и новостной он составил 38%. К этим постам относятся посты, освещающие какие-либо события в стране или инфоповоды. А также, которые относятся к развлекательному контенту, это «Куда бы сгонять на майские» и опять советы от молодежи. 10% контента было посвящено теме Великой Отечественной войны, что вполне логично, потому что апрель – это месяц, предшествующий празднику Великой Победы. И всего 13% суммарно приходится на категории «Карьера», «Бизнес» и «Волонтерство», «Творчество», «Конкурсы» и «Гранты». Значит, апрель 2020 года за этот период было опубликовано 87 постов. Это на 9 меньше, чем в апреле 2016 года. Но, несмотря на уменьшение количества постов, количество тем, на которые стали писаться посты, увеличилось. Все так же большую часть контента составляют по сравнению с другими темами, занимает это информационный и развлекательный контент – 32%, а также молодежная инициатива – 11%. И далее по количеству занимает политико-патриотический контент – 9%. И, что интересно, из новых рубрик добавились, это стали освещать такие темы, как наука и как экология. Ну и также стоит отметить как раз-таки появление постоянных рубрик. Следующие они были. Это, значит, посты про изобретение совместно с ФИОР, в которых освещаются, как молодые люди что-то изобретают. То есть об этом знакомят людей. Ну, об этом рассказывают нам, молодежи. Также это авторская колонка политолога. Собственно говоря, вот политико-патриотический контент – 9% этот и составляет. Он описывает в этой колонке, там описывают современные патриотические события и реакция государства российского на вот эти события. Также это рубрика «Stop hating Russians». В чем ее суть? Молодые люди по всему миру запустили акцию «Stop hating Russians», в переводе означает «перестаньте ненавидеть русских». В которой они рассказывают, как остановить кибербуллинг одной нации. Она выходит тоже раз в неделю. Это какой-то представитель из-за рубежа, молодежь, рассказывает, почему не нужно это делать. Вот. И из этого всего мы можем сделать следующие выводы. Да, на основе нашего анализа мы сделали ряд выводов. Первое. Можно фиксировать далеко не полное использование Росмолодежью возможностей и потенциала социальных сетей, что подтверждает количество подписчиков в социальных сетях. Крайне мало публикаций, связанных с профессиональным становлением, с решением проблем молодых на рынке труда, а именно это определяет их социальное самочувствие. И в решении этих вопросов молодежь особенно нуждается в помощи. А РТЭК сложный контент по формированию гражданских позиций и патриотическому воспитанию есть, но его доля невелика. Так, публикации к 21-го года вообще отсутствует военная тематика. Далее, в некоторых социальных сетях, таких как Рутуб и Дзен, отсутствует системная работа с контентом. Их использование носит случайный характер. Получать имена от государства, в котором она живет, адекватные и полные сведения о том, что происходит и как нужно их оценивать. И последнее. Проведенный анализ позволяет утверждать о недостаточном внимании рост молодежи к информированию молодежи о мерах государства по решению проблем. На этом все. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, мы будем рады на них ответить. Особенно в части молодежного сегмента, молодежного контента, на примере самого главного молодежного ведомства, это вопрос молодежи. Сейчас, если позвольте, вот включение у нас готово, да, после чего, я думаю, будет правильно, если мы фундаментальные некоторые точки расставим при помощи наших коллег-метров и еще в том числе обратимся с вопросами по поводу вашего выступления. Всего будет три фильма. Коллега мне поможет с прямым включением. Пожалуйста, микрофон. Каждая киностудия представит по три работы. Спасибо вам, что вышли с нами на связь, нашли время, несмотря на замечательные возможности, которые у вас есть, кроме встречи с нами. Легко, ощущать себя свободно, и как быть максимально клевыми, органичными, обаятельными. Поэтому давайте попробуем несколько вопросов из зала, вот если у вас есть уже на данном этапе, когда вы очутились в кадре, были ли какие-то сложности, которые у вас были, с чем вы столкнулись? И, возможно, мы сможем с вами сейчас чем-то поделиться, что сделает вашу жизнь легче, приятнее, а результат в кадре намного красивее. Поднимайте ручки, и мы спросим. Круто. Пока есть. Привет, привет, привет. Задавай. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Очень часто, например, при съемке социального видеоролика, вы работаете с партнером, и все время вот этот взаимный смех, который срывает съемочный процесс, как он с этим бороться? Потому что ты смотришь и просто такой смех ловишь. Но это очень часто происходит. Вот Артем, кстати, да, вот Артема больше раскалывает. У меня... Есть такая фраза, называется «раскалываться в кино». Это когда не смог удержать сцену, не смог удержать предлагаемые обстоятельства, и просто засмеялся и выпал. Что шуршит? Море. Море шуршит. Отлично. Итак, и в этот момент, на самом деле, первое, что можно посоветовать ребятам, кого выбивает, это от чего? Первое, это стресс, страх и волнение человека. Поэтому, по сути, человека нужно немножко расслабить. Если ему сейчас особенно страшно в кадре, можно попробовать расслабить его через, допустим, просто даже душевный разговор и пойти выпить чая, вместе поболтать пять минут и обсудить еще раз сцену. После этого ему намного станет легче и, вероятнее всего, человек перестанет ржать и выбиваться из кадра и, собственно, из всей истории. Я, наверное, в этом смысле дам пожестче совет. Здесь отношение к делу. Вам обоим нужен результат прямо сейчас или нет? То есть нужно задать себе и партнеру такой вопрос. Давай сейчас бомбанем, сделаем действительно хорошее дело, хороший кадр, хороший дубль. Потому что иначе просто мы не получим в итоге материала. И, наверное, как-то перенастроиться на такой серьезный и более такой подход к делу, жесткий, хороший, профессиональный подход к делу. Иначе можем просто друг другу сказать, ну давай пойдем поржем. Ну что тогда? Зачем нам эта профессия? Зачем мы здесь с тобой стоим? Вот. Мне кажется, так себя трезвонуть нужно. Ну и партнеру. Вот. Еще вопрос. Да, конечно, у нас есть еще вопросы у Дарьи. По сути, меня зовут Малахова Дарья, я в журналист 3-й киностудии. У меня к вам такой вопрос. Как вы оцениваете качество современного молодежного кино и что рекомендовали вы посмотреть? Давай. Открываю свою подсказку. Давай я пока. Давай. Смотрите, ребят, вот из-за чего мы сегодня собрались с вами, да? Потому что есть такая проблема в стране, вот, молодежное кино. Его не так много, как хотелось бы. И мне кажется, сейчас хороший момент, как-то переломить эту ситуацию. И вот одна из задач вот этой вашей смены, как раз выработать какие-то концепции, формулировки, что такое вот это новое кино молодежное. Мы должны ориентироваться на вас, на ваш вкус. Вы должны сами у себя спросить внутри, что бы вы хотели увидеть на больших экранах, на малых экранах. Есть разница в этом или нет? Какие у вас проблемы волнуют? О чем это? Потому что вот раньше люди много читали. Было меньше телевизора, не было интернета. И все черпали вот какие-то интересные идеи в книгах. Сейчас это уходит, к сожалению, да? Но, тем не менее, вы должны смотреть наше кино, западное, восточное, там, я не знаю, китайское, иранское. Надо много смотреть, через себя все это пропускать, и где что-то отзовется внутри, да? Вот это брать на вооружение, обдумывать, через себя пропускать и выдавать какие-то новые концепции, да? Что бы могло получиться. Сейчас хороший момент, когда у нас волею случая много ушло мейджоров зарубежных, да, с наших экранов. И раньше нам приходилось с ними бороться очень трудно. Они очень нагло себя вели, диктовали, сколько они будут сидеть. И наши кинематографисты вынуждены были между ними как-то встраиваться в какие-то щели, чтобы как бы достичь глаз зрителя вашего. Сейчас меняется, и вот очень надо резко это все делать. Вот то, что вы сегодня делаете, 12 ваших работ, в принципе, если вы напряжетесь, они могут уже попасть на какие-то экраны. Там, может быть, не большие, не кино, но в интернете наверняка они могут иметь успех, они могут вам послужить первой ступенькой. Но задача вот этого нашей медиасмены сформулировать, что такое в вашем понимании молодежный кино, о чем оно должно быть. Что бы вы хотели увидеть о себе там или не о себе и прочее. Потому что у нас есть большая школа, которая была несколько сейчас как-то поприжата, да? Но надо черпать оттуда. Потому что, в общем, у нас очень много есть откуда чего взять. Просто надо сейчас сосредоточиться, понимать и больше думать и смотреть. Как можно больше впитывать и смотреть кино. Вот сейчас я дам ребятам. Казань у нас. Казань у нас. А вот пока Казань получается, я могу... Давайте два слова, просто ребят даду рекомендации по кино, которые, на их взгляд, надо смотреть. Да, на мой взгляд, из того, что я крайне осмотрела, почему-то тут как раз в проектах этих участвует Глеб Калюжный, актер молодой. И это «Я свободен» фильм. Можете записать себе. Это чисто мое личное, субъективное. Новенький сериал. «Вампиры средней полосы». Дальше «Триггер» и «Пищеблок». Ну, это такие вещи, которые идут уже где-то какие-то новшества туда, где-то какие-то за гранью, может быть, привычных рамок. И все эти проекты, они для того, чтобы в нас, в нашем поколении, в вашем поколении, что-то воспитать такое, чтобы дальше нам было жить действительно легче, лучше и как-то спокойнее, наверное, на этой планете. Вот. Посмотрите «14 плюс». Классное кино. Да, кстати, там Глеб Калюжный от режиссера Андрея Зайцева. Шикарное кино про первую любовь, про первые там и поцелуи в том числе. И, в общем, трогательная история и очень классная. Так что вот моя рекомендация, обязательно посмотрите. Где Казань? Дайте нам Казань. Так, Казань у нас подключилась. Казань у нас подключилась. Но мы ее не видим. О, видим, видим. Видно? Так. Казань на связи, подайте как-то знак. На связи, да. Мы здесь. Отлично. Надежда Дик, мы передаем вам слово. Да, спасибо большое. Всем добрый день еще раз, уважаемые участники, зрители, гости. Меня уже представили, да. Меня зовут Надежда, я студентка Высшей школы журналистики и коммуникации Казанского федерального университета. Мы с вами прямо сейчас находимся в Высшей школе журналистики и массовой коммуникации, где будущие журналисты и телевизионщики постигают тазы своей профессии и постепенно становятся профессионалами. В рамках Медиа Уик 2022, посвященной 60-летию журналистского образования в Казанском Приволжском федеральном университете, мы с вами сегодня участвуем в заседании Круглого стола «Диспозиция медиа. Позитивные возможности при негативной повестке». В работе Круглого стола принимают участие Леонид Григорьевич Толчинский, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Владимир Евгеньевич Косинчук, генеральный директор телеканала «Просвещение» и исполнительный директор Международной ассоциации студенческого телевидения «МАСТ». Каримов Ильдар Азатович, директор медиа-центра Казанского федерального университета, а также главный редактор телеканала «Универ-ТВ». Андреева Юлия Валентиновна, директор А.Р.Медиа, доктор педагогических наук. Даутова Резидава Гизовна, профессор кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций КФУ, доктор исторических наук. Шахидинова Светлана Каимовна, профессор кафедры национальных и глобальных медиа КФУ, доктор философских наук. Магистранты и студенты Казанского федерального университета, а также школы ЮНКОРОВ, Юно-армейцев в Казани со своим руководителем, преподавателем университета и главным инженером телеканала «Универ-ТВ» Хазиевым Алмазом Ильдаровичем. Расскажу немного информации о Казанском федеральном университете, который, кстати говоря, занимает второе по численности студентов место после Московского государственного университета. В КФУ обучаются более 46 тысяч студентов, из которых более 11 тысяч – это иностранные студенты. В этом году исполняется 60 лет журналистскому образованию в Казанском университете. Здесь есть все возможности для того, чтобы уже в процессе учебы освоить все современные медиатехнологии в эпоху всеобщей цифровизации. Есть собственный круглосуточный студенческий университетский телеканал «Универ-ТВ», вещающий как в эфире, так и в кабельных сетях. Телеканал является базой практики будущих журналистов. Мы рады участию в нашем совместном телемосте и с удовольствием передаю слово Степану Охременко. Спасибо. Но теперь я хотел бы задать сам вопрос нашим гостям. Вообще расскажите, как вы попали в кино, где учились, вообще посоветуйте что-то ребятам. Принято. Первая будешь? Допустим. Театральная академия. Сейчас она институт в Питере на Маховой. Центральная, собственно. Я училась еще тогда, когда мастер выбирал 5 лет учиться или 4 года. Вот я училась 5 лет. До этого я училась 3 года в колледже. Тоже на театральном. То есть у меня такая подготовка долгая, длинная. И когда я уже пошла поступать, поступила я уже со всякими максимальными баллами. Но сам процесс, он всегда очень болезненный. Мне кажется, что само поступление, вот этот путь к профессии, он готовит уже сразу же к издержкам этой профессии. И поэтому многие уже на этом пути останавливаются. То есть понимают, что да, наверное, я посмотрел, но дальше мне не надо такого. Вот. А если эти издержки для вас покажутся, мне все равно, мне все равно, я так люблю, мне так нравится сцена, камера, это дело смотреть и так далее. То тогда нужно идти и просто, ну, ничего. В каждой профессии есть свои издержки. Вот я так скажу. Я родился и вырос в Крыму и поступил в Крымском театральном вузе. Получилось так, что изначально я поступил и отучился год на режиссуре, потом понял, что это, ну, не мое. Мне все-таки хочется сцену, мне хочется работу именно, вот, работу, работать не делать так, чтобы работали другие и смотреть на них на сцене, а все-таки выходить в кадры, становиться самому. Я поступил в театральный вуз, но достаточно интересно. В середине года отчислился парень с курса. И друзья, которые у меня были на режиссуре и ушли в актерский вуз, они сказали, у нас есть классный парень, интересный, давайте мы вас познакомим с ним. И так познакомили меня с моим педагогом по актерскому мастерству, с моим наставником. Так я попал в театральный вуз, и было забавно, я учился на первом курсе с ребятами, но еще не числился. И только когда на следующий год они поступили на, скажем, второй курс, я вместе с ними учился на втором, числился на первом. И заодно числился на третьем курсе на таком дневном обучении по режиссуре. В итоге я получил как бы два образования, актерское и режиссерское, но реализуюсь исключительно как актер. Вообще, хочу сказать главное, это не бойтесь, пробуйте, вот порой бывают какие-то даже неожиданные решения, и в середине года могут вас позвать, решайтесь. И самое важное, то, что происходит за вашими глазами и ушами, то, как обсуждают и решают что-то мастера, понимайте, что за вами какой-то процесс, который вы не видите, вы не расстраиваетесь. Они могут сами договориться, один мастер вас, например, с тура отчислит, потому что уже другой мастер вас попросил к себе. То есть вы этого не знаете, но просто доверьтесь этому пути. Вот, и потом нам все равно приходилось переучиваться на работу в кадре. Это тоже такой третий момент, это уже, ну, как самостоятельно и после вуза, скажем так. А вот я хотел спросить как раз у Казани. Надежда, а у вас какие-то есть рекомендации по молодежному кино, чтобы ребятам посмотреть сейчас в Артеке, пока они делают свои курсовые работы? Ну, по молодежному кино непосредственно я ничего не могу сказать, но могу передать микрофон залу. И я думаю, что наши гости, которые здесь сейчас находятся, могут что-то перекопали, передавать. Могут что-то перекопали, передавать. Передаю микрофон Аниду Григорьевичу Толчинскому. Это я сейчас микрофон передам дальше, тут заговор. Вообще интересная постановка вопроса, да? По молодежному кино, сказал молодой человек, молодая девушка, да? Я лично ничего сказать не могу. Поэтому те, кто постарше, наверное, сейчас поможем. Мы не постарше, мы ничего подобного, мы помладше. Привет, ребята, привет, коллеги. Привет, коллеги. Привет морю, привет солнцу. Привет морю, привет солнцу. Хочу сказать, что сегодня не даром так все развивается интересно и стремительно. И мы сегодня говорим о проблемах кино. И в то же время мы представляем сейчас нашу медиа, скажем так, школу, да? Школу массовых коммуникаций. Мы говорим о том, что сегодня журналистика – это больше, чем просто журналистика. Это управление впечатлениями, управление эмоциями. И сегодня оно такое очень непростая какая-то ситуация и в нашей стране, и вообще в мире, да? С тем, что происходит вообще в медиаформатах. И мы говорим о том, что сегодня иногда идет такой микс жанров, когда документальные проекты вдруг становятся очень интересными, зрелищными. Не так давно, вот в этом году, был очень интересный эксперимент, когда Нюрнбергский процесс был оцифрован и сделан в стиле дополненной реальности, вернее, виртуальной реальности, да? И сегодня на стейке вот этих технологий происходят очень интересные вещи. И когда вы идете поступать вроде бы на факультет журналистики, не думайте о том, что вы будете, ну, сто процентов только журналистами. У нас несколько лет назад запущена, допустим, очень интересная магистрская программа. Она называется Transmedia Storytelling. И мы с ребятами создаем проекты, создаем, пишем сценарии и что-то делаем, какие-то пилотные серии, работаем там в детективных жанрах. То есть это такое исследование. И сегодня очень важно думать о том, что впереди большой океан возможностей. Как мы будем использовать наши возможности, какими мы будем. То есть как бы мы моделируем эту реальность сами. И я очень желаю вам смелости и такой какой-то творческого вдохновения для того, чтобы открывать это пространство возможностей. Мы буквально вот сейчас тоже с Леонидом Григорьевичем обсуждаем даже в рамках вот нашего совещания о том, что будем делать буклет с элементами дополненной реальности о высшей школе журналистики. То есть сегодня возможности – это не просто вот микрофон и камера, да, это возможность какая-то другая, возможность презентовать себя, свои идеи, идти вслед за событиями или где-то моделировать их. Будьте смелее и пусть удача вам благоволит. Спасибо. Спасибо вам большое. Я бы хотел передать слово юнкорам из Казани. Есть ли у них какие-то вопросы к нашим гостям? Да, есть вопросы. Я поработаю модератором в полной мере. Здравствуйте. Я юный корреспондент юной армии ТВ Казань Умарову Увина. Я хочу задать вопрос. Кто для вас был примером в детстве? Ну, ребята. Давайте, ребята, отвечайте. В детстве. В детстве еще не так давно было. Я вам так скажу. Во-первых, у актеров детство, оно не заканчивается. Это профессия, в которой детство продолжается прямо до старости. Поэтому я сейчас ровно в нем и нахожусь, хотя мне 30 лет стукнуло, вот в мае, 9 мая. И что я хочу сказать. Примером, на самом деле, для меня, пожалуй, вот, если брать детство, то я очень увлекался музыкой. Кстати, если у нас сегодня хватит времени, мы до этого дойдем. Я взял с собой, прихватил гитару, и мы обязательно для вас что-нибудь классное споем. А Алекса, она классно двигается, она для вас что-нибудь станцует, прямо под мой вокал. Попробуем из современного что-нибудь взять. Для меня, пожалуй, был таким неким кумиром, но это в музыкальном плане. Это исполнитель, солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Он потрясающий музыкант и играет на разных инструментах. Вот в юности, вот, скажем, в своих там 14 лет, я прям фанател от этой группы, слушал, учился играть на гитаре, учился играть на клавишах некоторой композиции. Через него пришел к небольшому отрывку из произведения Рахманинова. Казалось бы, он им вдохновлялся. Так что, ну вот, для меня, пожалуй, это был моим неким кумиром юности. Да, все, спасибо большое. Глазами, как Артем рассказывал, я просто изначально из спорта, из фигурного катания, потом стала чемпионкой мира и Европы по настольному хоккею. Да, мой характер взял свое, потому что там в фигурном катании была травма, и уже продолжать нельзя было. Но при этом со второго класса я просто придумала себе, что есть театральный институт, и я в него поступлю. Поэтому у меня вот этот период детства, он как бы был в спорте, в КВН еще был, но никак вот не в театрах, не в кино. Дальше сейчас я могу сказать, что Евгения Добровольская, актриса, у которой лицо для меня, глаза, они просто вот, ну, там вселенная. Она какие-то все планы эмоций, они могут выйти из нее, как будто вот вперед, вперед идеи даже, вперед задачи режиссера, она все чувствует. Вот, наверное, сейчас. Сейчас Евгения Добровольская. А детство – это детство. Ну, вот и я тоже поспоминал про детство, слава богу, под аккомпанемент ребят. И у меня в детстве были любимые фильмы, которых не так много было, к сожалению. Москва, Кассиопея, Отроки во Вселенной, Тайна двух океанов. Я любил фантастику всякую, и вот вдохновлялся оттуда. До сих пор у меня это есть. Если вы посмотрите мои фильмы, они всегда с какой-то фантастической изюминкой, я не знаю. Ну, скорее всего, вы могли видеть на игре моё кино, там про ребят, может быть, ваших ровесников, может, чуть постарше, которые очень серьёзно занимались Counter-Strike. Я этим тоже занимался. Ну, давай. Что ж, давайте добавим немного интерактива. Наши гости подготовили для Артека Скара Гаворти. И сейчас мы проведём такой небольшой... Это не ко мне. Ко мне. Да. У меня есть любимая, любимая Скарговорка. Я сейчас её целиком скажу, и у меня такое предложение. Скажи, зачем это вообще надо? Вот зачем, да. Хорошо, сначала зачем. На Скарговорках, обычно на сцен речи, мы учимся не только проговаривать что-то для себя непонятное, но включаться в этот момент в партнёра, как раз-таки к вопросу, если партнёр колется, не колется, вот этот момент, раскалывается, смеётся. Через Скарговорки друг к другу мы соединяемся в общий темпоритом, в общее состояние и в передачу какой-то, неважно какой мысли, может быть, какого-то ощущения. Вот, и это потом нам как раз-таки пригождается в работе уже с партнёром с реальным текстом или даже без текста. Ну, помимо того, что это развивает речь. Вот, и что? У меня даже идея возникла. Что? Когда ты закончишь, у меня есть идея. Ну. Насчёт Скарговорки. А есть какая-нибудь Скарговорка, которую знают все присутствующие в вашем зале? То есть, например, у вас есть педагог по сценаречи, и вы вместе с ним учили какую-то конкретную Скарговорку, которую знают все. Поднимите руки. Есть такая? Там-там. Да? Нет? Нет? Там-там. Есть. Что-нибудь одно? Что-то... Что-нибудь короткое-то может быть. Карл у Клары украл кораллы. Бывало такое? Вот давайте попробуем насчёт вообще сплочённости и совместного включения. Вот мне просто на ходу это пришла идея. Поднимите руку, кто знает, Карл у Клары украл кораллы. Пусть встанут, наверное. Да-да, просто можно руки поднять, чтобы мы просто поняли, что... Ну, для подачи. Полтора человека? Ну, нет, там нормально. Десять. Отлично, хорошо. Давайте запомнить глазами, кто есть кто, кто эту скороговорку знает и сделаем простую штуку. Вот смотрите. Один произносит и просто через щелчок передаёт следующему. И на кого он показывает, тот её тоже проговаривает и передаёт следующему. Давайте попробуем включиться и хотя бы вот размять ваш зал. Небольшой такой будет, скажем, тренинг на сплочение. Начну я. Карл у Клары украл кораллы. Ну, так это не работает. И пуляй туда. Так это не работает. Лучше встаньте, чтобы вы друг друга видели, потому что, ну, как-то вот так сидя, оно не включённо. Знаете, кто... Базаровой Полине. Полине там Виктор говорит, надо передать. Вот. Я, конечно, ни на кого не щёлкну. В Полину. Смотрите, нужно, чтобы кто-то из вас, вот вы поймёте глазами, начал это дело, взял на себя такую ответственность. И каждый из вас следит друг за другом глазами и готов уже вот заранее на каждую фразу вступить. Давайте. То есть не до конца договариваете? До конца. Они ещё микрофон передаёт. А давайте без микрофона. Нет, пусть... Давайте без микрофона. Смотрите, так будет даже лучше, потому что если без микрофона, это вот будет пауза, пока вы передаёте. А здесь сказал, щёлкнул. Следующий перенимает, сразу же говорит, находит следующего, передаёт ему. Вот именно в скорости и в том, чтобы не было провисов и паузов. И пауз, вот, я думаю, именно в этой штуке будет скрываться вот польза подобного тренинга. Попробуйте. Полина, начинай. Да, без микрофона. Прям можешь положить просто. Мы вас не услышим, но мы увидим, что вы это делаете, и вы сможете... Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично. Здравствуйте. Вот эта история Хлары, Хлары, она же, даже вот она о чём-то. Вот. Сейчас она у вас была просто на улыбке, просто друг к другу. Что-то там. Давай терты, давай терты. В принципе, так тоже можно. Но можно сразу же подключить какую-то в этом мысль, историю, какой-то там экшен или наоборот заговор общий. и включиться в какую-то интересную для друг друга историю и для нас, как для зрителей. А не просто вот так вот. Ну давай, ну давай. Ай, да, всё, мы сделали. Смотрите, добавляем теперь к этой же скороговорке вот для этих же участвующих следующую штуку. Вы передаёте какой-то импульс, какую-то эмоцию, например, ненависть или, например, любовь. Вы можете через эту скороговорку признаться в любви. И вот так же передаём друг другу, и пускай это будет разные эмоции. Попробуйте вот за время, когда вы будете пулять как пинг-понгом вот эту скороговорку друг другу, попробуйте в неё вложить какие-то разные чувства. Например, Карлу Клару украл кораллы. Здесь я наезжаю на неё. Или, например, Карлу Клару украл кораллы. Здесь я постеснялся и немножко сделал ей комплимент. Попробуйте эту штуку использовать. Давайте попробуем повторить это упражнение, но теперь уже добавим сюда эмоции. Готовы? Готовы. Тогда попросим снова приподняться вас и давайте удалённо, но попробуем это скоординировать. Готовы? Полина уж извини, единственное, кого я знаю, это тебе. Сейчас, давай. Всё, я передаю слово Виктору. А, нет, нет. Пускай сделают. Готовы? Делают. Попробуйте. Попробуйте. Карлу Клару украл кораллы. Наши сушмаше. Да ты кто будет за коралл? Я этого не знаю. Карлу. Клару украл кораллы. Карл 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 украл кораллы. Ну, Карл украл кораллы. Да, вот эмоции видны, да, вот это вот уже другое дело. Ребят, давайте подключимся к Казани еще раз. Там, мне кажется, собрались очень опытные педагоги, и грех не воспользоваться этим моментом и послушать их еще мнение о состоянии нашего российского кино. И если у них мысли не только, понятно, что в кино, в журналистике, еще что-то, какие-то новые тенденции, хотелось бы понять, у них есть. Может быть, они тоже какие-то мастер-классы или советы нашим ребятам дадут, потому что у них не только художественное кино на повестке дня, но и вот репортажные съемки и все такое. Надо использовать этот момент и дать ребятам пару советов от ведущих, специалистов Казани. Нам здесь, когда преподаватели, у кого-то есть желание выступить? Давайте посмотрим. Так, пока думают коллеги, так вопрос-то, что называется, в лоб серьезный. Я вот, знаете, о чем скажу, вот в отношении, что меня напрягает. Я замечаю, что молодые люди, приходящие, в общем-то, гуманитарно ориентированные, приходящие вот к нам, приходящие в другие гуманитарные, социально-гуманитарного блока, в творческие, частично, направления подготовки, очень мало смотрят советского и отечественного кино. Особенно советского. Меня это просто, почему-то огорчает. Мне кажется, там было, наверное, технических возможностей было меньше. Но сценаристика, прописанные тексты, диалоги, сюжеты, игра актеров, просто фантастика. И мне кажется, вот надо как-то ответить, ну, сейчас коллеги, может быть, кто-то подключится, да, найти ответ на вопрос, как подарить вот это замечательное прошлое советского кино молодым поколениям. Может, кстати, молодые ответят, да, что сделать, чтобы они его смотрели. Вот есть, да, уже. И что касается нашего кинематографа, то тоже напрягает вот очень много. Вот сейчас только был тут анализ того, что Росмолодежь в соцсетях делает и так далее. Вот оказалось, вышло зарубежное, прежде всего, американское кино из наших кинотеатров, и показывать-то почти нечего, да, беда случилась. Вот это очень волнует, и это большая надежда и на вас, и на тех ребят, которые подрастают в этом направлении, сориентированные. Так вот, вы хотели что-то сказать. Я пока просто заботу такой, волнение некоторое чисто человеческое сказал. Потому что мне кажется, что без этого человек теряет блестящий пласт знаний, в том числе и творческих, без которых потом строить что-то новое. Хочется вечно еще же построить, да? Не так вот создать фильм, что прокатали, кассу получили и разошлись. Что-то, что потом потомкам еще оставалось. Я вам передам микрофон? Всем привет, меня зовут Никита, я из Казани. И я хочу ответить на вопрос, как подарить молодому поколению, значит, эти замечательные моменты с просмотром советских фильмов. Все очень просто. Как подарила мне их моя мама и мои родители. Примерно каждую субботу после школы у меня есть брат. Мои родители приглашали меня и моего брата смотреть фильмы по субботам вместе с родителями. Ужасное мероприятие. Мне это очень не нравилось. Поначалу. Но потом, буквально там через год, да, мы стали взрослеть с братом, и мы поняли, что эти совместные просмотры семейных фильмов приносят очень много пользы. И, во-первых, а, это ты проводишь время со своими родителями, сейчас особенно. Я это понимаю, когда я нахожусь далеке от них, что это было очень здорово. Но, во-вторых, действительно, то есть, некоторые фильмы, которые начинаются, ну, не хочется смотреть их, они неинтересные поначалу. Но как только ты вникаешь в этот фильм, он оказывается, ну, чем-то новым для тебя и увлекающим. И вот таким образом я посмотрел, ну, достаточно большое количество каких-то российских фильмов и советских. И что касается, вот, все-таки, совета от Казани фильм, который можно посмотреть, он, конечно, не производства российского, это в СССР он был снят, но фильм «Курьер». Вот я хочу посоветовать, он, кстати, там про молодежь. Очень замечательная кинокартина. Да, всем советую. Вот. У меня все. Да, мне кажется, что да, потому что, а кто другой? Я хочу ответить еще, как раз, пока мы далеко не зашли, что не так все плохо в нашем кинопрокате. Вот сейчас мы посмотрим сюжетик. Недавно наши корреспонденты были на премьере замечательного фильма «От их большое путешествие». И вот новые фильмы создаются, выходят. Конечно, не так много их, как хочется, но, тем не менее, процесс идет, он не остановлен. Будем ждать. Путешествие, стой, 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 стой. Один из героев фильма «Юной армейц». И наглая. А может быть другая, тощая и вредная? По сюжету, четыре школьника, которые не ладят со своими родителями, отправляются на отдых в летний лагерь «Артек». Там они загадывают желания у волшебного дерева и отправляются в 1988 год, где встречают своих родителей, таких школьников, как и они. Задача ребят из прошлого и будущего – подружиться и сообща найти дорогу домой. В моей копилке актерских работ еще одним детским фильмом стало больше. Вы знаете, как я люблю детское кино. К сожалению, очень мало детского кино сейчас снимают в российском кинематографе. Кино детское про детей и для детей. В этом фильме главный герой – это дети. Слон деревенский. Нашлась тут, тиф, городская. Походу наша. Мы все с детства мечтали побывать в «Артеке». Мы же все знаем об этом месте. Поэтому как-то мы решили осуществить свою мечту. Снять кино и заодно побывать уже во взрослом возрасте, в «Артеке». И получили огромное удовольствие. Конечно, я всю жизнь мечтал как пионер, потому что я, может, один из немногих, кто еще был пионером по-настоящему и комсомольцем в свое время. Поэтому, конечно, это была большая красивая мечта. Хорошая была атмосфера, очень творческая, очень приятный сценарий, режиссер, с которым мы давно знакомы. В общем, компания такая мне уже дружественная. Я член главного штаба юнормии. Собственно, я сказал, а почему бы нам одного из главных героев не сделать юнормеец? Даниэла Большого мы очень долго искали. Нам нужен был образ мальчика, которого все обижают. И потом он, преодолев все трудности, становится смелым. Рома, я же о тебе беспокоилась. Меня и так из-за тебя всем маменькиным сынком, брат. Юнормейца раскрыли как настоящего друга, человека, который может выручить абсолютно любой ситуации, потому что юнормия – это действительно такая семья, которая учит всему-всему-всему. Очень теплое кино, доброе. И смешно местами, и поплакал даже. Игорьев, просыпайся! Мухомор пионеру не делал. Фильм ярко показывает, как совместно прожитые трудности сближают людей. Оставаться человеком важнее, чем победить где бы то ни было. Мне очень понравился сам посыл фильма. То, что он напоминает не только детям, что нужно оставаться добрыми, что нужно быть хорошим другом. А еще напоминает родителям, что они тоже были детьми. У тебя жвачка есть! Мне времени побольше, я бы тут у вас поднялся. Дорогие юнормейцы, успехов вам в начинании. Любите свою родину. Творите, делайте, ничего не бойтесь. Вперед! В лице юнормии и всем зрителям я бы хотел пожелать приятного просмотра. Обязательно сходите в кинотеатр, посмотрите. Сейчас так мало детского кино снимается. Поделите внимание детскому кинематографу. Поборемся? Легко. Мама! Классно. Так, ребята из Артека, у вас есть какие-то вопросы? Да, у нас есть вопросы. Да, у нас есть вопросы. Мы готовы внимательно выслушать. Меня зовут Кира Костылева, и у меня к вам вопрос. Что вам хотелось бы изменить в методах преподавания актерского мастерства? Актерского мастерства. О! И снова я. Значит, что я могу сказать? У нас, к сожалению, в России, ну, по сути, не учат тому, как работать именно в кинокадре. То есть, есть театральные вузы. И если я хочу научиться, если я хочу связать свою жизнь именно с кино, я все равно заканчиваю театральный вуз, где меня учат существовать по театральным правилам, по театральной школе, которая, конечно же, применима к кино, но ее нужно очень сильно адаптировать. То есть, нас, по сути, в театральных вузах не учат тому, как работать в кино. Это огромное упущение, и я считаю, что должны быть педагоги, именно актеры кино, которые много снимаются в кино, чтобы они хотя бы, если уж не полную программу, то хотя бы небольшой маленький факультативчик проводили и могли объяснять актерам, как существовать в кадре. Это важно, очень важно. Вот я считаю, это огромное упущение. Абсолютно согласна. И еще очень много учат внешним проявлениям. И, наверное, чтобы побольше включали нутро, шевелили что-то внутри, неважно. Это можно просто передавать глазами как раз-таки. Вот тренинги на психофизику, на нутро. Про мультик будем, да? А, вот дай я сейчас. Я слышал, что в Казани сейчас разворачивается довольно крупная анимационная структура. Нет случайно там представителей у нас в зале, кто имеет дело с компьютерной графикой и с анимацией 3D? Давайте я вам дам микрофон. Молчат. Вы расскажете. Не слышно? Да, добрый день. Девушка пошла и передает микрофон. Буквально в последнее время действительно стали разворачиваться. Звук дайте нам, Казань, послушать. Разворачивайте. Да, да, да. Добрый день. Ну, имела небольшой опыт, тоже писала сценарий для мультипликации. Ну, это на самом деле очень интересно, потому что то, что происходит в мультипликации, это сегодня большой интересный рынок, и это действительно возможность взрослых каких-то историй и очень интересных и сюжетов, и воплощений. Вы прекрасно знаете, что сегодня это такая большая такая драматургия, да, мультипликационная. И у нас действительно созданы некоторые подразделения, некоторые есть направления в этом плане. Ну, не знаю, как дальше все будет развиваться. Но пока очень много разговоров о том, что вот есть грантовая поддержка, есть федеральная поддержка. Но мне кажется, все мы, как, знаете, как волны бьются вот о берег вот этих тем. Но рано или поздно, думаю, что нужно понять, что инициатива все-таки должна исходить от нас самих. И у нас единственный путь каких-то коллабораций, объединений, творческих союзов, и в наше время это очень важно, чтобы мы слышали друг друга, вот так вот встречались и, может быть, совместно рождали какие-то проекты. Думаю, что вопрос финансирования и поддержки – это уже, скажем так, вопрос, ну, другого, что ли, звена. Это возможно все решить. Поэтому сегодня это такая многожанровая тема, это возможность действительно развиваться и в мультипликации, и в проектах с элементами дополненной реальности, и мультимедийные музеи, и стори-тейлинг какой-то туристический, да. То есть то, что сегодня говорим о развитии креативных индустрий – это все очень интересно. И, ну, очень много в последнее время говорят о том, что вот айтишники – это новые, да, они впереди планеты всей. Но я вам хочу сказать по опыту организации таких проектов, даже самые прекрасные айтишники, они пакуют то, что создано креативными ребятами, то, что создано креативными индустриями. И здесь вот как раз нужно, неважно, в каком вы вузе будете учиться, из чего начнется ваш путь, может быть, это будет театральный вуз, может быть, будет это журналистика, может быть, это будет, не знаю, там, гуманитарное любое направление, или даже техническое – это все круто. Самое главное – оставайтесь с детьми, потому что творчество – это всегда детское непосредственное видение мира. Вот, ура! Спасибо большое. К слову, о анимационных фильмах. Совсем недавно в «Авангарде» прошла премьера анимационного фильма «Суворов. Великое путешествие». Я вам предлагаю прямо сейчас посмотреть сюжет. Юнармия, привет! Сегодня мы находимся в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Сегодня здесь «Союзмульфильм» проведет специально для юнармейцев показ анимационного фильма «Суворов. Великое путешествие». Мы хотели, чтобы история была непредсказуемой. А исторические факты – они неумолимы. Там сложно придумать что-то новое. Поэтому мы ввели в историю дополнительную сюжетную виду. Там появится игровой подросток. Вынужденный персонаж. Теография будет развиваться на фоне официальной биографии Алекса Владимирович Суворов. Это французы. Что же делать? Вперед! Арвей! Интересный исторический сюжет, захватывающие приключения и красивые костюмы – все это в новом анимационном фильме «Суворов. Великое путешествие». В центре сюжета – судьба молодого парня Гриши, который в свои 16 лет попадает на службу в полк Александра Суворова. Он оказывается в ситуации, когда от него требуется решение. И здесь мы видим, что это не просто какой-то там крепостной, а это действительно патриот. Мне понравилась данная картина тем, что здесь изображены исторические события не с точки зрения книги, здесь увлекательный сюжет. Мы можем проследить и любовную линию, и путешествия, и даже рассмотреть внутренний мир персонажей. Мы снимали кино, которое не про экранизацию учебника истории. Нам важно, чтобы зритель, посмотрев этот фильм, загорелся желанием изучать историю своей страны. Современным детям личность Суворова сейчас нужно представлять в разных видах. И серьезное кино, и совсем развлекательное. Но чтобы мы раскрывали вот этот богатейший характер великого полководца Александра Васильевича Суворова со всех сторон. В специальном примере мультфильма в нескольких городах России прошел яркий флешмоб. В рамках акции юно-армейцы и представители российского движения «Школьников» нарисовали красочные рисунки с изображением Александра Васильевича Суворова. Мультик учит прежде всего честности, любви, доброте и искренности. Эти качества помогут как изменить мир к лучшему, так и построить собственную жизнь в правильном русле. Очень хочется поддержать молодых, которые приняли уже в своей жизни решение следовать какому-то патриотическому духу. Сказать, ребята, мы с вами. Так, ребята из Артека, расскажите вообще, кто-нибудь видел уже этот мультипликационный, точнее анимационный фильм? Стёп, повтори, пожалуйста. А кто-то из ребят из Артека уже видел этот мультфильм? Ребята? Нет, к сожалению, никто из нас не видел. Никто из нас не видел. Могу прокомментировать работу ребят? Хотел прокомментировать работу ребят, которые брали интервью. Вот, собственно, юные журналисты. Вы потрясающе классно держитесь в кадре, вы такие умнички. Очень хорошая речь. Первое интервью, которое вела девочка с потрясающими такими бантиками. Очень хорошая, чёткая речь. Классная, органичная, лёгкая. Привет, вот ты где! У тебя здорово, здорово, приздорово получается. Продолжай, у тебя большое будущее будет в этом, я тебя уверяю. Важно не просто проговорить текст, важно передать эмоции. И у тебя улыбка не сходит с лица, это здорово. Я вижу, что ты работаешь в этом направлении, у тебя хорошие успехи. Продолжай. По второму интервью тоже хочу сказать, что было немножко нам здесь в студии чуть хуже слышно, но отлично держитесь в кадре и хорошая динамика монтажа, интересные планы, совмещение интервью гостей и актёров, которые были на премьере, совмещение интервью ребят и кадры из фильма. Классный монтаж. Здорово подготовились, спасибо, это классно смотреть. Ну что, наш телемост подходит к концу. Дорогие гости, пожелайте что-то ребятам, скажите напутственное слово. Гитару давайте. Слова или гитара? Давайте с гитарой. Пока несут гитару, я скажу, пожалуйста, ребят, по себе смотрите, не пропускайте никогда в своей работе, лажи, это очень важно, и будьте командными, начиная с себя, со своей ответственности и профессионализма, и точно такого же требуйте от своих коллег в своей команде. Актёры, это люди синтетически объединяющие в себе разные вещи, и кино, и умение работать в кадре, и гитару, и пение, и вокал, и всё что угодно. Чем больше можешь, тем круче, поэтому от нас для вас давайте весёлую песню. Это будет Джонни Комета. Вот, я сыграюсь, пою. Алекса, потанцуешь для нас? Это будет здорово. Так что мы сейчас снимем маленький... Тоже присоединяйте. Маленький клип. Кто хочет, устраиваем дискотеку, давайте, это для вас. Угу. Сейчас. Все без тебя нета, лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета, я найду тебя я, я найду тебя я. Все без тебя тихо мне так, ты просто подойди ко мне так, я знаю, будет наше это лето, ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Буря небо мглой укрой, вихри снежные крутя, то, как зверь она забоет, то заплачет, как дитя. И если ты найдешь во мне инья, останови это мученье, в тот день, когда я потерял тебя, там вдали падала луна, все без тебя нета, лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета, я найду тебя я, я найду тебя я, все без тебя тихо мне так, ты просто подойди ко мне так, я знаю, будет наше это лето, ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Прекрасно. Я надеюсь, вам было что-то слышно. Ребята, еще я открою один секрет. Вот эти прекрасные лица, они у нас 6 июня. 8. 8, да. Сочетаются браком, поэтому найдите их в соцсетях и обязательно 8 числа их поздравьте. Спасибо. Казань, нас слышно? Да. Спасибо вам огромное, надеемся, вы нам еще поможете в нашем обучении, да? У вас много хороших специалистов, и мы хотим с вами делать совместные какие-то позитивные уроки, передачи и учить дальше наших юнкоров. Спасибо вам огромное за ваши ответы на наши вопросы, что вы слышали наши ответы на ваши вопросы, за безумно классный концерт, который вы нам показали только что. И мы не говорим прощайте, мы говорим до скорых встреч и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Спасибо. Приглашайте в гости. По результатам нашего сегодняшнего круглого стола. Вот Юлия Валентиновна убежала. Вот как... А, здесь, извините. Вот. Второй раз извиняюсь, да? То, значит, постарше назвал. То вот... Ну, не подумал, но не подумал. Бывает этот... Вот. Значит... То убежала. Вот. Вот. Тут придется вот этот фрагмент, видимо, как раз через QR-код воспроизводить. Ну, как мы это... Вот. И не научные выступления, и не научный доклад, и не систематизированы с точки зрения практик, но это практики. Вот чем это цены? Все-таки мы работаем, и почему мы и хотели подключить наших коллег, и просили этой связи. Все-таки невыжженное поле. Потому что есть ощущение, что все пропало, действительно, конец, всему пришел. Но вот и ребята готовятся, и подтягивают творческие инициативы, и целые медиасмены формируются. То есть жизнь вообще какие-то нащупывает новые механизмы дальнейшего развития, в том числе и медиаиндустрии. Учитывая, что кинематограф часть этой индустрии, то это все про нас. Сейчас я хотел бы передать микрофон Светлане Каимне. Давайте еще раз поаплодируем и тому, что было, и тому, что сейчас мы услышим. Давайте я тезисно обозначу, чтобы уж так теперь слишком времени тратить. То есть я нацеливалась на то, чтобы найти действительно позитивно. Я сама газетчик вообще-то, но я очень активный телевизионный зритель. И поэтому объектом исследования у меня выступили телевизионные сериалы. Базовые этические программы – это понятие, которое использовал Разин в анализе проблем биоэтики. И я тоже использовала это понятие. Под базовыми программами понимаются некие практически применимые моральные принципы, которые базируются на неких концепциях, имеющих программный характер. И я не делала специальный анализ, потому что, на мой взгляд, сами по себе эти этические программы, они как очевидные проглядывают через концепции неких фильмов или сериалов, или через позиции героев. Если смотреть в целом на информационную картину мира в российском обществе, то можно утверждать, что этические программы выступают своего рода противовесом негативной медийной повестке. Другой вопрос – гармонизируется ли информационная картина таким образом? Сразу скажу, что нет. Иначе бы не стоял вопрос о вытеснении этического измерения на периферию ситуации человека. Однако некую компенсаторную функцию по отношению к сфере общественной морали средства коммуникации пытаются выполнять. И дело здесь не в сострадании к переживаниям аудитории со стороны медиахолдингов. Дело в рыночном спросе. Потребитель информации, запуганный реалиями своего существования, и тем, как беспощадно эти реалии отображаются, испытывает потребность в базовых этических программах, которые, несмотря на возможные концептуально-нормативные различия между собой, в основе едины. Они утверждают победу добра над злом. Следующий слайд. Примеры этических программ, которые Разин перечисляет в биоэтике, частью которой является врачебная этика, это, например, улучшение качества жизни, ее продление, идентификация, значит, облегчение страданий, преодоление критических периодов жизни, утешение перед уходом из жизни и так далее. Это медицинская этика. В социальном врачевании, на наш взгляд, ведущей этической программой выступает торжество справедливости. Именно осознание недостижимости справедливости в реальной жизни, в ее отдельных сферах, в деятельности, в межличностных отношениях, в семье подкашивает человека. В европейских языках понятие справедливости ссылает нас к праву, но и в словаре «Дали» тоже справедливость, она как бы связана с правосудием и так далее. Но, в принципе, это серьезная этическая проблема, которая связана с тем, чтобы по правде жить. Следующий слайд. На личностном уровне, в самом общем виде, можно выделить два способа облегчения своего понимания жизни и места в неисправедливости. Через приобщение к программным знаниям и через прикладные практики. И следующий слайд. Вот приобщение к программным знаниям, это я солидаризируюсь с Леодидом Григорьевичем, это дело все-таки так называемых старых медиа. Вот это первая и вторая схемы Ласвелла и Шинона, это вот старые медиа, так называемые, линейные коммуникации. То есть системная может распространяться только через системность. А вот в углу здесь это новые медиа, где субъект децентрализован. Крайние выражения это чаты, но где программность невозможна просто по определению. И мы в нашем информационном пространстве имеем дело с медиагибридами. То есть с сочетаемостью линейных и вот таких вот децентрализованных, там, мультимедийных и прочие программы. Но сейчас вот в моем поле зрения это именно или линейность, или вот такой круговорот. Так вот, я остановила внимание на линейных и взяла формат сериалы. Следующий. В нашем поле зрения телевизионные сериалы есть исследования, в которых содержание сериалов определяется через мифологические сюжеты. Не без оснований утверждается, что в кинофильмах и сериалах в сюжетной линии ролевая определенность персонажей представляют собой заданный набор архетипически вечных сюжетных линий и типажей. Сюжетные линии в разных своих вариациях пронизывают практически все обладающие жизненной логикой произведения. И связаны они с поисками счастья, со спасением принцессы, с победой над врагами, с утверждением главной правды, с тем, что был никем, а стал всем и так далее. Примеры сюжетов известны нам из детства. Это вот судьба, золушки, это я просто вспомнила название сказок, но они практически в разных модулях и вариациях проходят через различные, в том числе и телевизионные продукты. Следующий. Иногда решение проблемы закладывается прямо в название. «Богатые тоже плачут» – старый сериал, который я помню смотрела еще во время аспирантуры. В детективных сериалах название часто указывает на известные из литературы образы сыщиков, которые, благодаря своим незаудриарным способностям, распутывают самые хитроумные преступления и злодейства, таким образом постигает справедливая кара. Комиссар Мегре, Холмс, Пуаро, Коломбо. Вот последний пример. Это я фильм отдельно смотрела, посвященный этому герою, Питеру Фальку. Он, оказывается, по-разному актеры играет, но он активно вмешивался в сценарий и этим своим позитивным образом создал такого Коломбо, который в своем помятом плаще, очень такой простецкий, вершит справедливость над преступностью, которая представлена людьми из респектабельных кругов. И во многом благодаря, мне кажется, этому, этот сериал снискал такую популярность у зрителей. В российской версии детективные сериалы также несут в образе героя и его команды «Черты вершителей возмездия». Здесь приведем детективы, где сыщиками выступают женщины. Каменская Елена Яковлева, «Тайные следствия», Анна Ковальчук, «Женщина наводит порядок», Эмилия Спивак, прекрасная актриса, вообще сами по себе, Анна, детектив, вот сейчас идет Александра Никифорова, Ищейка Анна Банщикова. Я вот просто заметила, поскольку регулярно смотрю эти «Тайные следствия», первый сезон Ковальчук, она, видимо, сыграла уже так блистательно в «Мастере и Маргарите», такую Маргариту, там, прекрасную такую ведьму. И в первом сезоне она появилась такая почти с синими губами, там, с темными ногтями и так далее, такая женщина-вамп, а потом этот образ потихоньку эволюционизировал. И сейчас она, причем это не в ущерб сериалу, ну, как бы, видимо, была нащупана, ну, как бы, вот эта линия, которая симпатична как раз вот на фоне вот этого медианасилия, вот этих жестких натуралистических фильмов, она вполне очень правдоподобна как следователь, который ведет честную работу и при этом остается, выполняет свое профессиональное дело. Особая тема – мыльные оперы. Российская версия, вот, которая у меня в поле зрения. Обратимся к российским сериалам последних пяти лет. Целевая аудитория домохозяйки. Вот, вернее, это не последние пять лет, это вот снизу фотографии, это уже лет 15, там более ста серий тоже были отыграны. Это, допустим, традиционный любовный треугольник, и вот даже по тому, какой кастинг был, какие актрисы подбираются на роль девушек, там, сначала брошенных, а потом все равно хэппи-энд в их пользу, и все равно доброта побеждает, а вот эти злые разлучницы, они получают свое. И еще один сюжет, который тоже отыгрывается на базе этической программы у нас, это когда дети появляются в сериале, это вот буквально 9 мая по одному из каналов прошел фильм, то есть сейчас идет фильм «Подкидыш» с тем же названием «Про другое», а вот фильм с названием «Подкидыш», сериал «Выходного дня», вот в центре фотографии, там ребенок, который своим появлением и своим поведением показывает, как, что вот взрослые не туда идут, и что как на самом деле должно быть правильно. То есть это не вопрос морализаторства, а вопрос того, как определенные с этическим характером позиции проводятся через образы. И вот последний кадр, это я просто, последний слайд, это я хотела обратить внимание на такую, когда через образы, замечательно, вот есть такая актриса Ирина Пегова, которая и в сериалах очень активно снимается, и в целом, и на мой взгляд она воплощает вот как раз вот этот национальный архетип такой положительной героини, потому что вообще женский образ, он несет вот этот этический положительный заряд, и в нашей системе координат, так сказать, национальной, если мы будем, ну, некое такое сравнение проводить с западным, западной версией, так сказать, этических программ и с российской, то у нас акцент идет, не зря же называется культура этикоцентристская, на добродетели, а там на принципы. Так вот, добродетели, они просто в облике героини даже как-то отражаются. И вот эта героиня, она мало того, что как талантливая актриса выступает, она, на мой взгляд, воплощает вот эту этическую программу. И очень, так сказать, есть сериалы, где она терпит невзгоды, как, так сказать, пробивается и так далее, но все равно в конечном итоге побеждает. На этом закончу. Спасибо. Спасибо. Я еще раз говорю, мы все вопросы, если возникают, сейчас аккумулируем на завершающие несколько минут, а сейчас... Резава Гизна, как вы? Конечно, я думаю, все-таки будет правильно, тем более, что вы весь, в общем, доход сегодняшней встречи отследили, и вам точно есть что сказать. Пожалуйста, сюда. Спасибо. Очень интересный разговор у нас получился, однозначно. Вот. В этой связи я вот какую проблему хочу затронуть. Есть такой термин цифровой разрыв, и обычно, когда говорят цифровой разрыв, имеется в виду различная степень цифровизации на разных территориях, в разных странах, государствах, там, то есть речь идет вот о географических параметрах. Но мне хочется этот термин, на этот термин взглянуть с другой стороны, цифровой разрыв, именно в контексте теории поколений. Обычно, когда говорят о теории поколений, сейчас очень модно ссылаться на эту теорию поколений. Почему-то главное внимание на поколения центенниалов и миллениалов, да? А вот о более старших поколениях почему-то вот совсем не вспоминается. Мне кажется, что как раз, если взглянуть на эти вот более старшие поколения, они и по отношению к центенниалам и миллениалам как раз и существуют проблемы цифрового разрыва. Вот. И дело не в том, что наши бабушки, там, родители и уже даже некоторые представители моего поколения не обладают в такой мере вот этими компетенциями общения с гаджетами, там, компьютерами, технологиями и так далее. Речь не только об этом, хотя и это тоже проблема. Вот. Речь в том числе вообще о взаимопонимании, потому что, на мой взгляд, именно в этой плоскости существует поколенческий разрыв. Поколенческий разрыв. Ну, достаточно послушать какие-то радиопрограммы, допустим, Часпик или... Ну, все-таки сошлюсь на радиопрограммы, потому что, мне кажется, очень большая аудитория является потребителем, вот, используя, допустим, такси или автомобили, да. Вот. И послушаем эти программы. Очень много программ, которые сейчас освещают проблемы, вот, проблемы с айфонами, с различными там, ну, вот, в связи с санкциями, что мы сейчас обделены какими-то технологиями и так далее, да. Но вот этот контент, на самом деле, он понятен, непонятен, абсолютно непонятен людям старшего поколения. Они фактически выброшены из этого информационного поля. Вы можете возразить мне, а вообще нужна ли эта информация вот старшим поколениям. Опять же, я хочу сказать, что дело не даже не в информации, дело в том, что нет уже, вот, какого-то взаимопонимания между поколениями, понимаете, мы уже говорим на совершенно разных языках, вот. Я даже на себе ловлю иногда, когда я слушаю, допустим, ну, студентов, извините, я сделаю такое признание, что я какие-то вещи просто не успеваю улавливать, потому что очень много этой вот терминологии цифровой, очень специфической, сленговой, сленговых словечек, да, которые, в общем-то, ну, они не входят ни в программу обучения, они приходят буквально к нам вот с пользователями. Они пользуются и приходят к нам вот с этой терминологией. Поэтому, на мой взгляд, вот всё, о чём мы сегодня говорили, на самом деле, да, вот лежит в этой плоскости поколенического разрыва. И я в том числе и в области кинематографа молодёжного. Вот молодой человек говорил, что советское кино он узнал благодаря родителям, так ведь, да, вот, и, на мой взгляд, и сегодняшнее кино, молодёжное кино надо создавать с таким прицелом, я уже заодно и это скажу, да, с таким прицелом, чтобы оно было интересно, конечно, это очень сложная задача, интересно для семейного просмотра, для семейного просмотра, чтобы это были какие-то очень важные ценности затронуты, очень важные какие-то взаимоотношения человеческие и так далее. Вот мне кажется, что проблема поколенческого разрыва и, даже детственно, проблема цифрового разрыва, да, мне кажется, эта проблема вообще не поднимается и не рассматривается, извините, да. Вот, и я не знаю, возможно, возможно, разработка каких-то программ, соединяющих, может быть, коммуницирующих, способствующих коммуникации вот этих разных поколений друг с другом. Вот, это очень важно, потому что нынешние студенты, они в будущем станут специалистами, будут работать во взрослой жизни, и, конечно, они будут создавать различные контенты, и очень важно, чтобы этот контент понимался самыми разными поколениями. Вот. Спасибо за этот серьезный разговор. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Вот, действительно, из всех произносимых тезисов и позиций в последнее время в ходе дискуссии о состоянии медиасреды, тому, что из задачи стоят какие выводы надо делать, решать сильные задачи, цели, определять миссию, то есть, так, по восходящей двигаясь, всегда, я заметил, из поля зрения, из дискуссии выпадает вот этот аспект. Хотя мы, действительно, его пытаемся зафиксировать. Вот, особенности демографии, цифровой разрыв, распозиция, особенности демографии в обществе 5.0, где этот разрыв станет еще сильнее, потому что борьба за продолжение жизни человека приводит к тому, что человек живет дольше. А, значит, разорванных друг с другом поколений станет больше. Они, и потом еще непонятно, и мало того, что вот и то, что вы сказали, разные должны быть совершенно контенты, разные взгляды, и объединяющие какие-то нужно искать при этом составляющие. Еще ведь не факт, а может быть, вот там рецепт, когда вы сказали, что-то меня задело, и хотел обязательно вопрос задать, а потом, думаю, сам попробую ответить. А может, в этом есть и ответ на вопрос про ту самую медиагигиену, и его нам демонстрирует вот это более старшее поколение. Оно не впитывало сразу весь, извините, ну, мы же договорились откровенно говорить, весь мусор цифровой, который валился бесконечно на протяжении... Они сразу стали брать самое сущностное, самое важное и необходимое для полноценного существования, чтобы в этой жизни не отстать, не потеряться, чтобы друг с другом уметь как-то разговаривать, договариваться и понимать друг друга. Но очень много мусора, может быть, там поковыряться, и мы найдем эти рецепты, которые ищем, и пытаемся тоже... Да, так много надо ищить, да? ...круглые столы. Но это действительно тема, вот, демография нового поколения, нового общества, не поколения, нового общества, она крайне, вот, с моей точки зрения, важная и интересная. Юлия Владимировна, вот еще раз передаю вам микрофон. А я что сказал? А это я заговорился уж, извините, да. Да, извините, коллеги, Леонид Григорьевич, я такое у меня ощущение, что здесь так повисло уже много слов, что мы уже так много и долго говорили, что я-то думала, у нас будет какой-то перерыв, и будет какое-то переключение. Доклад я не знаю даже, как сейчас делать, тем более, что я уже выступала. Что хочу сказать? Вот от этих количества слов и от ситуации мы сегодня находимся не просто в ВУКО-мире, да, о котором говорим на протяжении последних, наверное, пяти лет на всех больших конференциях, говорят, ВУКО-мир, мир нестабильности, неопределенности и так далее, многофакторности, а вот он сегодня пришел. То есть мы уже вот шлейф какой-то видим тех происшествий, которые нам подарил этот ВУКО-мир. И сегодня говорить о том, что, ну, как бы, кто виноват, да, это уже вообще там прежний вопрос, что делать, вот что мы здесь и сейчас можем сделать для того, чтобы выжить. Задача любого организма, хоть человеческого, хоть института, хоть глобально, как страны, выжить. И вот в рамках, скажем так, вот этой парадигмы выживания, что мы сейчас можем сделать для того, чтобы выжить в нестабильном мире. Думаю, что вопрос пока, как бы, вот, висит в воздухе, пока мы не понимаем, что делать. Мы не понимаем, как развернуть наше медиаобразование. Честно говоря, это было одной из, ну, кризисных точек для меня, почему я в этом году ушла из Штата, ушла за Штат. Попробовать в индустрии посмотреть, что происходит, и вернуться к каким-то пониманиям. Я не понимаю, что происходит. Ну, правда. Я не понимаю, на каком языке сегодня говорить с ребятами, о чем им говорить, как действительно, какую точку опоры в этике взять, Светлана Каимовна, для меня это тоже большой вопрос. Вы ушли в сериалы, потому что сегодня говорить о этических парадоксах, ну, я, честно говоря, готовясь к нашей встрече, думаю, включу второй канал, Россию. Я включила, увидела Зеленского на шести, а, ребят, мне плохо стало. Ну, это не журналистика. Мы же знаем, что журналистика – это факт, доказательства, аргументы. Это журналистика мнений, журналистика факта. Мы сегодня говорим о постжурналистике, да, и куда мы ведем ребят, и как мы им смотрим в глаза, чему мы их учим, для меня это большой вопрос. И здесь я думаю, что, ну, так, забегая вперед, вот, продолжение этого круглого стола, чтобы не остались эти слова висеть в воздухе, может быть, нам кулуарно сесть, вот, тем, кому небезразлично, то, куда мы движемся, и проговорить какие-то рейперные точки, что мы делаем, о чем мы говорим, и как мы говорим, и что мы вообще, куда мы движемся. И второй момент. Я здесь, здорово, что Ильдар Азатович, вы прямо здесь. Я чувствую в этом опору какую-то, потому что это очень круто. Я в этом году поработала с командой Универ ТВ и поняла, что это площадка, на которую мы можем опираться. Это очень здорово. Мы можем здесь реализовывать какие-то пилотные идеи, сочинять какие-то сценарии и их тут же воплощать. Мы можем делать какие-то документальные проекты с художественными какими-то элементами кинематографа. То есть у нас вот есть та база, удивительно, слава богу, что она есть, которая позволит нам сегодня быть честными со студентами, научить их какому-то ремеслу. Вот это, извините, то, что накопилось, и то, что в результате наших бесед. Но этот доклад, он то, что, скажем так, то, что еще одна точка опоры – это умение мыслить, критически оценивать ситуацию, уметь включать мозги, стоять на фундаментальных позициях научных школ, оценивать происходящее с точки зрения вот такого глобального масштабирования, что ли, этих ситуаций, и рассматривать их с позиции временной контента. И мы сегодня говорим, что вообще медиаобраз, существует позиция медиаполя. То есть это некая такая феноменология очень интересная. В этом медиаполе находимся сегодня все мы. У каждого человека есть свое медиаполе, у каждой страны есть свое медиаполе, у каждого сюжета, у каждого сериала и так далее. И все это такое создает огромную, большую коллаборацию какую-то, в котором действительно явления, они сегодня нелинейные, они вообще непредсказуемы, как они развернутся и как обернутся. И вот понимание медиаобъектов, то есть как неких таких нарративов, которые населяет это медиаполе, исследователи испытались давно, и все мы прекрасно знаем, что есть разные подходы к этому. Не буду уже углубляться, да, есть лингвистический поворот, когда говорили о том, что все речевые конструкты, вербальные и невербальные, это производство мышления, да, это, скажем так, результат картины мира, такой вербализации картины мира. Был иконический поворот в конце 90-х, когда все очень в семиотику ушло, когда было очень много образов. И есть сегодня вот такой вот он наиболее, скажем, актуальный медиальный поворот, когда мы не можем рассмотреть, это такой квантовый подход, что ли, это и точка, и движение, это и явление там сингулярности и всего прочего. Можем опираться на какие-то, не буду вдаваться в подробности, разных моделей, которые очень интересны. Вообще, когда собирала материал, обнаружила, что понятие мем впервые появляется в американской социологической литературе в 70-х годах. И это понятие, это единица информации, что такое мем. А потом это широко использовано было, вот везде и мемасики эти мы сейчас наблюдаем. То есть это все продумано, это все можно объяснить с позиции управления, разворачивания каких-то процессов. И мы сегодня понимаем, что медиаобраз, он не существует вот так вот, вот он есть, как кресло вот это, да, он, естественно, в динамике находится. И любое событие, любое явление, это, скажем так, явление и результат определенной медиаволны. А вот очень интересно, как эти медиаволны разворачиваются сейчас. И как вообще, можно ли управлять стихией? Вот сегодня то, что происходит в информационном пространстве, это похоже на какое-то стихийное бедствие, на грозу, на ураганы, на то, что над чем управлять нельзя. Но в любом явлении есть свои закономерности, и есть свои, скажем так, смыслы, законы. Вот стратегия управления медиаобразом, ну, тоже эффекты обратной волны, шлейфовые явления, семантического ядра, когда мы говорим, есть, допустим, есть кресло, да, и есть, скажем так, интерпретации. Вот это кресло стоит здесь, какого оно цвета. То есть семантическое ядро, это кресло, а как его можно назвать, можно назвать сидение, да. Это тоже описание этого предмета. И вот этих описаний, вот этих интерпретаций, может быть огромное количество, и у каждой аудитории свое. И для каждого возраста, по-своему, на своем языке, можно об этом рассказать. Информационные волны, мы с Анной Лепатовой сделали несколько публикаций на эту тему. Мне кажется, это безумно интересная тема. Это даже тема интереснее, чем я там лет 7 назад, мне почему-то очень, там, тема гибридных войн, информационных войн, она очень интересовала раньше. А сейчас пришло понимание, что война и информационная атака, она вот, ну скажем так, на гребне волны. Но есть какие-то большие, динамические какие-то изменения того, что происходит в информационном поле, в большом глобальном мировом информационном поле. И модели нам, коллективный разум подарил уже несколько моделей, которые пытались объяснить, как разворачиваются информационные волны. Тоже не буду отвлекать ваше внимание, но будет возможность на научных конференциях об этом поподробнее расскажем. Интересно, что существует несколько подходов к пониманию того, как разворачивается информационная волна. Вот мне очень нравится эффект удара хлыста. Для того, чтобы, ну вот, бык бежит, да, и чтобы там, пастух ударил хлыстом, ему нужно сначала откинуть, и это действие занимает, вот буквально недавно набрала интервью, причем у одного монаха, который рассказывал, что силой молитвы только я удержал. То есть у меня, говорит, была первая встреча с Богом, именно когда на меня бешеный бык летел. И он говорит, что вот как я отмахивал этот хлыст, там чуть ли не минута проходит, пока сосредоточится удар, и на конце, вот движения этого хлыста, идет какой-то очень мощный, напряженный заряд. То есть вот эффект удара хлыста, когда формируется какая-то информационная повестка, она накапливается, а потом она взрывается точечно, здесь и сейчас, и дает какой-то очень интересный, как круги по воде, да, идет очень активный запуск этого информационного события, скажем так. Интересная тоже модель распространения информации на основе теории взрывных ударных волн, когда идет, это, наверное, похоже на то, как какой-то большой шторм разбивается о барьер, то есть идет одна волна, вторая волна, третья, она и становится как бы полугасающей или наоборот полубывающей. Но если мы можем описать эти модели, значит, мы получаем инструмент к управлению. То есть вот это, наверное, одно из, скажем так, одна из, не буду дальше уже отвлекать ваше внимание, одно из тоже рэперных точек устойчивости развития научных школ, Леонид Григорьевич. Это то, что дает сохранить, наверное, разум, да, критику какую-то, как говорят психиатрические больницы, критика сохранена, значит, человек еще здоров. Вот это один из показателей того, что мы еще здоровы, это умение осмысливать ситуацию, происходящую в таком сложном и многомерном пространстве. Ну и отвечая на первый вопрос, который звучал вот у нашего визави онлайн, мне кажется, реанимировать одну квартиру в разрушающемся доме совершенно бессмысленно. То есть это как делать евроремонт вот в доме, где просто рушатся стены. Для того, чтобы сейчас произошли какие-то процессы, это должно быть очень системная работа вообще на уровне всего государства, идеологии, понимания целей, задачи, миссии, там так далее. То есть это очень-очень сложные процессы. И вот сейчас на уровне там одного, двух дней, там даже полгода, год не решатся эти проблемы. Но мы ведь ведем набор студентов, и мы смотрим им в глаза, и мы же должны на что-то их ориентировать. И я думаю, что сейчас хорошее поле разговора образовалось, посмотреть ситуации в глаза и понять, что мы дальше делаем. Готовы к принятию участия в этих процессах. Спасибо. 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 Итак, Есть ли вопросы? Я понимаю, что все немножко подустали. Да. Есть ли вопрос наших коллег в Москве здесь. Я вот очень много, конечно, вопросов вызвала ваша презентация по продуктам Россотрудничества, Росмолодежи. Что же, я все путаю уже к концу нашей встречи. Я думаю, вот очень правильно Юлия Валентиновна сказала, мы нащупали некоторые темы, блоки. Мы говорили, что круглый стол нам должен помочь определиться с более глобальными разговорами и тематическими и в рамках какого-то большого медиафорума, медиапроекта, где должны быть отдельные секции, блоки, где будут профессионально говорить вот на те самые нащупанные сегодня проблемы. Какие-то из них были очевидны, какие-то вот-вот-вот прямо по ходу вышли. Вот я все-таки про связь вашего выступления и первого выступления. А вот вы про соцсети, поскольку там говорили, мессенджеры, очень хорошо ответили на тему про кино. А вот телевидение. Меня все время мучает вопрос, и вот мы говорили и в контексте деятельности МАСТ, Универ ТВ, вообще вот ребята, которые делают кино в будущем, но сегодня они, многие из них делают телепроекты, в общем-то. А какое с вашей точки зрения должно быть и может быть молодежно ориентированное и молодежи интересное телевидение? Не важно с какой платформы он его смотрит, с телеящика или с гаджета, но это телевизионный некий регламентный профессиональный продукт. Вот с вашей точки зрения, что бы вы хотели пожелать, может быть, и нам, и для обсуждения дальнейшего телевизионщикам про соцсети оставим на следующей нашей встрече вопросы, чтобы в телевизионном производстве произошел какой-то крен туда. Говорили же, мало смотрят, молодежь почти не смотрит телевизор, мало смотрят, выборочно смотрят. Давайте, если не вы, то кто ответит-то? А, ну давайте я попробую. На самом деле, вот, если говорить о том контенте, который есть сейчас, большое, как бы, большое поле находится как раз таки в Ютубе. И фактически на данный момент вот это вот молодежное телевидение замещает Ютуб. Представьте просто, если взять вот эти все Ютуб-каналы отдельные, их подредактировать под как раз таки формат телевидения, убрать там какие-то запрещенные слова, имеется в виду маты, и какие-то темы, и просто взять их и поставить в каналы. То есть, например, будет у нас телеканал Ян Топлис. Я не знаю, если кто-нибудь смотрел, это такой образовательный, научный Ютуб-канал, в котором как раз таки освещаются очень интересные темы, очень интересно это подается, и просто если немножко добавить туда продакшена, то это можно в целом сразу выпускать в телевизор. Вот я, меня одно противоречие только мучает во всем, что вы говорите и коллеги некоторые ваши говорят. С одной стороны, даже про соцсети, когда вы их анализировали, вы говорили среди минусов отсутствие интерактива. Вообще, в 21 век такие технологии позволяют онлайн-интерактив вести бесконечный, а тут ничего этого нет. А когда говорим, давайте, хорошее телевидение там предложим, и вы нас возвращаете куда-то в 20 век телевидения. Вылизанная, хорошо записанная, отредактированная, неинтерактивная продукция Ютуба. Я не знаю, мы как-то Ларри Кинга, да, на нем учились, да, где сплошные интервью в прямых эфирах на радио, на телеканалах, бесконечные, бесконечные, 60 тысяч интервью, по-моему, за жизнь, там даже больше взял в онлайн, в прямом эфире, что называется. А кумирами вдруг стали записанные, идут там, да, хорошо вылизанные. Я не про темы, тема интересная у него, да, но интерактива нет. То есть, с одной стороны, требуете интерактив, с другой стороны, требуете такой вот, дайте из Ютуба, хорошо там, отлакированный, будем считать, что это на подумать. Ну, чувствуется, да, чего-то такое вот, нам же что-то надо вместе с вами делать, но в первую очередь вам. Владимир Евгеньевич, есть что сказать, если вы на связи еще с нами? Да, конечно, есть. Внимательно слушаю. Звук, звук, звук. Звук. У меня открыт звук. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Еще раз звук. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Слышно, да? Слышно. Отлично. Да, конечно, есть что сказать. Я внимательно слушал все выступления, которые прозвучались сегодня. Ну, во-первых, в этом году, с июня месяца, а точнее с сентября, у нас будет проходить четвертый год подряд интенсивы для молодежи, для студентов. Ну, кто бывал в МАСТе, тот знает, что это такое. Это неделя интенсивных занятий практикоориентированных и получения компетенции по желанию оператора, режиссера, ведущей, сценарист, и сносим себя что угодно. В июне месяце можно подавать заявки и в течение последних месяцев 8 потоков у нас будет студенты. 8 потоков это по 25 человек в один поток. Это первое. Да, конечно, я разделяю тревогу преподавателей о новых трендах в медиум. Я часто бываю в командировках по нашей стране и поверьте мне, не буду говорить, какой вуз, но вот в одном вузе, когда зашла речь о лангридах и подкастах, ну, преподаватели даже не знали, что это такое. Да, конечно, один преподаватель мне сказал, вот, к вам студенты приезжают, вы их обучаете, мэтрами выступают действующие ведущие, сценаристы, руководители федеральных каналов, они приезжают, читают мастер-классы и потом занимаются студентами уже непосредственно практикоориентируемые занятия. Чем МАСТ хорош в этом? Я всегда говорю, МАСТ это как независимая площадка, создана по инициативе вузов и студентов при поддержке Российской Академии Образования и Ассоциации Кабельного Телевидения России и Телеканала Просвещения. С удовольствием студенты с разных вузов приезжают и ректоры отпускают на интенсивы, потому что она нейтральна. Я прекрасно понимаю, что в каждом вузе есть хороший коллектив, мощные преподаватели, мощная база, как у вас, допустим. У вас есть целый канал, который вещает круглосуточно. Но, к сожалению, так устроены наши вузы, что с трудом не верится, что из одного вуза поедут к вам на передподготовку преподавателя. С трудом. Мне кажется, это сложно. А в МАСТ бы поехали. Может быть, нам подумать о том, что на базе МАСТа оффлайн и онлайн делать интенсивы для преподавателей, чтобы быстрее вводить в курс новых трендов в новых медиа. Может быть, а почему нет, собственно. Почему преподаватель должен сам где-то искать информацию, если у нас есть возможность в рамках работы МАСТа создавать площадки для получения компетенций именно преподавателей в медиа. Ведь поверьте, даже для студентов, школьников, когда я читаю лекции, ну, я 15 лет отработал оператором японской компании Асахи, 15 лет. Конечно, я понимаю физиологию глаза, как выстроить кадр, как поставить камеру, как взять интервью, все это правильно. И студентам я часто говорю, смотрите и вспоминайте, как вы смотрите глазами, и не нарушайте физиологию глаза и съемочный процесс. Будете нарушать, мозг не будет воспринимать картинку должным образом. Этому тоже надо учить. Вот поверьте, я в школе уже шестой месяц преподаю монтаж, интервью и многое другое. Они приезжают раз в неделю ко мне у МАСК на практику и корректированные занятия. Вы знаете, как им интересно было понять, как по эффекту Кулешова из Эйнштейна составлять видеоряд? Ведь реально они до этого не понимали, что нельзя не придерживаться 10 правил монтажа при монтаже. Они не знали этого, поэтому я думаю, первое, ну, во-первых, давать знания профессионально, это обязательно нужно. Это никогда не помешает. Это всегда нужно будет для создания любого контента, который будут они или размещать, или создавать свой канал, или все, что угодно. Без теоретических знаний освоить нашу профессию достаточно сложно и проблематично. Это первое. Второе. Конечно, я выступал и выступаю и вместе с вами за то, чтобы все-таки пытаться объединять ресурсы, все, которые у нас у каждого есть. Есть ресурсы у МАСТа, есть ресурсы у вузов Москвы, РУДН, там, Плешки, ну, все, что угодно. Их все можно использовать при определенном согласовании с Министерством навыки и высшего образования. Это все можно делать. Второе, это вот, я хочу сказать, надо объединяться. Надо объединяться более серьезно. Ведь мы сегодня проводим с вами онлайн-трансляцию. Ну, все друг друга слушают, все друг друга понимают, комментируют. Ну, это прекрасная форма. Мы за время пандемии, я имею в виду МАСТ, научились проводить по четыре трансляции одновременно с МАСТа выходят. Четырех студий одновременно. Это большое, конечно, достижение. Ну, пандемия помогла. Также хотел проинформировать, что я еще руковожу, являюсь президентом компании лаборатории медиа, которая была открыта полтора года назад. Она была создана специально для того, чтобы создать образовательную платформу. И вот с 16-го числа она запущена. Сейчас я нахожусь дома, а Сергей, мой сын, сейчас провел совещание по поводу уже первых размещений образовательных программ именно на лаборатории медиа, на платформе. Да, лаборатория, платформа, это, конечно, сегодняшнее достижение во многих направлениях. Есть и у Сбербанка, есть и у многих других образовательных платформы. Наша образовательная платформа, она будет ориентироваться на медиаграмотность. Тоже можно использовать ее как онлайн школу. Пожалуйста, это можно. Ну, просто можно в Яндексе набрать лабораторию медиа. Вот такие механизмы, которые сегодня нам дают новые гаджеты, можно использовать. Конечно, в МАСТе у нас сегодня сосредоточено новое оборудование, программы VMX, которые мы используем уже три года, ПО, могильщик вообще всего медиа оборудования, я бы так сказал бы, где можно и плашки, и китры, и мастеробирование, и получать сигналы с разных точек, сколько угодно, и делать полеэкраны и так далее. Мы все это используем. И этому надо учить и хотя бы знакомить преподавателей, которые рассказывают о технологическом процессе в медиа. Это важно. Без этого мы дальше двигаться не будем. То, что молодой человек сказал в защитной рубашке, я прослушал, как вас зовут, то, что надо в Ютубе брать контент, его перемонтировать и создавать канал. Ну, послушайте, во-первых, каждый контент это чье-то с чат собственность. Это первое. Второе. А кто будет отбирать, а кто будет устанавливать хороший контент, плохой контент, это все субъективно. Вот поверьте мне, если мы с вами сядем и начнем говорить о медиаграмотности, ну, я со своим 42-летним опытом в телевидении профессионально работаю оператором, монтажером, режиссером, автором программы высшей школы, ну, поверьте мне, у меня найдется куча замечаний к тому контент, который вы будете отбирать. Поэтому, конечно, это общая наша задача. Как помните, мы говорили о создании сетевой редакции. Помните, да? Было такое. Создать сетевую редакцию вузов, которые входят в МАСТ, которые как раз и будут принимать решения о контенте, который заслуживает или не заслуживает. Это все важно, это все на поверхности, это все отработано, все механизмы, они отработаны. Их просто надо сейчас взять и использовать. Спасибо. Спасибо большое. Я еще раз повторю, кстати, с моей точки зрения, Никита, сегодня просто открытие. Я думаю, нам надо будет и пообщаться и между конференциями. Вот я еще раз хочу повторить, что спасибо всем участникам сегодняшнего кругового стола за то, что все-таки получилось то, что мы боялись, может не получится, опять общий разговор немножко ни о чем и немножко про то, что знаем. Во всех фактически во всех выступлениях, мыслях, подключениях удалось увидеть те самые будущие точки и обсуждения и приложения практических и образовательных каких-то своих знаний и компетенций и то, что может вылиться потом действительно в большие серьезные медиаформы, где это будет уже обсуждаться на еще более широком представительном уровне. Спасибо вам огромное. Думаю, что мы достигнув цели, должны пожелать друг другу к ней уверенно двигаться и не доходить в желании двигаться к этой цели, до того состояния, до которого дошли наши сегодня медиа. Для всех собравшихся еще раз хочу сказать, что сейчас у нас продолжается день медианедели, сейчас открывается медиашкола Россия Таджикистан журналистской эпохи цифровизации. В 14 часов тележурналистов и журналистов мы ждем в этом зале на презентацию стипендиальной программы имени известного казанского журналиста, кстати, пиарщики, специалисты области медикаммуникации, кому интересно творчество журналистка, могут прийти послушать. Это специальная стипендиальная программа имени Елены Чернобровкиной от газеты «Бизнес онлайн», крупного республиканского, ну и в общем российского информационного игрока. Ну и завтра у нас еще целый ряд тоже больших событий, включая в этом зале открытый показ всех дипломных работ выпускников бакалавриата направления телевидения, что тоже впервые будем надеяться, что мы что-то интересное увидим как результат как раз той самой практикско-ориентированной деятельности, которую поставили во главу угла во всех новых образовательных учебных планах. Спасибо всем, до встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...